Мне очень хочется показать человеку, как настоящая астрология работает. Астрология — это способ снизить риски. Вы триумфально вернулись на телевидение со своей авторской программой на канале ТВ3. Я, как честный автор, сама готовлю тексты, сама вылизываю, сама выверяю, сама продумываю. Я стала зарабатывать в три раза больше с того момента, как ушла из «Давай поженимся». У вас были конфликты за кадром? Я знаю, что Лариса конкретно поставила условие, чтобы я не вернулась в программу. Все понимали, кто тут звезда, только один человек в программе может быть на особенных условиях, и это только она. Как встречать Новый год? Неважно, как и в чем вы встретите Новый год. Я, на самом деле, люблю все знаки. Вот есть три знака, которые ноют всегда — раки, весы, рыбы. Девы держат мир, и только один лев идеален. Во что вы верите? Я верю, что человечество выживет, несмотря на то, что оно упорно пытается сделать обратное. Василиса, вы триумфально вернулись на телевидение со своей авторской программой «Хорошие новости» на канале ТВ3. Вот расскажите, как вообще случилась вот эта программа? Для «Триумфа» не хватило немножко сил, я бы сказала так. Просто потому, что оказалось, что ежедневная программа, так как она была задумана, это физически не очень посильно. Поэтому программа сейчас все еще в процессе каких-то доработок, и мне кажется, что сейчас она уже более-менее обретает тот вид, который должна. Приобрести. Как попало? Ну, я так понимаю, что за мной канал ТВ3 охотился давно уже. Ну, это логично, потому что канал с эзотерическим уклоном. Ну, и вот в процессе каких-то, не могу сказать, что долгих убеждений или переговоров, потому что мне сразу было понятно, что это такая площадка с моей аудиторией, родилась идея проекта. Я не хотела, чтобы это был ежедневный проект, потому что это тяжело. Я, как честный автор, сама готовлю тексты, сама вылизываю, сама выверяю, сама продумываю, хочу нести людям идеи, скажем так, полезные. Но меня уговорили на ежедневку. Ну, есть законы жанра телевизионного, есть понимание того, когда аудитория смотрит, не смотрит. И, конечно, профессионалам от телевидения очевидно было, что ежедневная программа лучше. Мы выбрали хорошую дату и прекрасно стартовали, насколько я знаю по цифрам. Сколько времени уходит на подготовку вот этих вот прогнозов ваших на неделю? Вот когда все было на старте, пока еще только формат вырабатывался, скажем так, была ежедневная программа 16-минутная. И она занимала у меня, ну вот если вместе со съемкой, примерно 4-5 часов в день. Я поняла, что вся моя жизнь ушла туда. Вся практика работы с клиентами, все мои соцсети, которые нужно вести, подготовка прогнозов других, какие-то исследования, которыми я занимаюсь. И, собственно, я взбунтовалась, где-то месяца полтора я выдержала в таком режиме, и стало понятно, что силы не рассчитала, и нужно этот формат менять. Вот поэтому он пошел таким тернистым путем доработок. Насколько комфортно вообще вы себя чувствуете? Мы все-таки одна сейчас в этой программе, главная ведущая, основная ведущая, это ваше авторское шоу. До этого вы когда работали, вы были в составе других ведущих, и у вас там были рамки некие, а сейчас это вы сама, на вас главный акцент. Мне абсолютно комфортно, поскольку я давно уже на телевидении, я себя ощущаю профессионалом, хотя, может быть, не вполне законно. Мне легко, мне приятно, очень поддерживающая съемочная группа. Вообще, я хочу сказать, что я столкнулась просто с удивительной поддержкой, это очень приятно. Раньше я такой не получала. Мне немножко не хватает астрологии живой в контакте с человеком. Мне не хватает возможности делать прогноз персональный для человека. Мне не хватает возможности с человеком разбирать нюансы его гороскопа. Но программа должна всем быть интересна, потому что иначе этот разговор будет интересен мне и тому, кто ко мне пришел. Поэтому, к сожалению, мы не можем концентрироваться именно на каких-то персоналях. И вот для меня вот это, пожалуй, самый большой дискомфорт, потому что приходится в общем и для всех. Ну а с продюсерами вы можете это обсудить, этот вопрос? Может быть, как-то индивидуальные какие-то будете гороскопы делать для каких-то звезд, которые к вам в гости приходят? Очень сложный вопрос, на самом деле. Обсуждали. Технически это непросто реализовать. Во-первых, каждый человек, который получает личный прогноз, он хотел бы часть утаить из этого прогноза. Но вы же не все можете ему сказать. Конечно, и вот тут начнется неизбежно торг какой-то, когда что-то ты должен сказать, что-то ты не должен. Когда мы потом, не все хотят, чтобы их прогноз придавали огласке. И, в общем, имеют право, надо сказать. Все-таки это такое дело интимное. Поэтому я боюсь все время, что программа немножко потеряет вот эту часть астрологии, которая персональная. Но стараюсь тщательнее готовить детали в том, что касается таких других блоков тогда. Огромное количество появилось сейчас нумерологов, астрологов, особенно в Ютьюбе. Их просто несметное количество. Даже я уже, насколько мне нравится и интересна эта тема, уже перестала запоминать их имена, потому что они появляются постоянно, новые какие-то. Вы следите за своими коллегами в Ютьюбе в том же? И прогнозы слушаете, которые они дают? Не очень сильно. Нет, не слежу, каюсь. Могу иногда что-то на двоечке посмотреть минут пять. Меня не хватает намного, честно. Ну а есть кто-то, кому вы доверяете? По поводу прогнозов я бы, например, отметила, что есть звезда светила нашей астрологии Денис Куталёв, человек, который разбирается в методах, но он данными прогнозами не знаменит, скажем так. Но он сутью понимания методик знаменит, и поэтому я считаю, что это наш такой современный светочник. А вот Константин Дороган есть такой? Константин Дороган – сильный прогнозист, очень адекватный человек, который подкупает своей логичностью и, в общем, здравым смыслом. Есть Светлана Дороган, может быть, тоже слышали о ней. Она геополитический астролог, то есть она как раз геополитикой увлекается. Да, я Светлану так визуализирую, представляю, что-то слышала, я не могу сказать, что не могу похвастаться тем, что слежу за ее прогнозами, честно. Это ваша коллега тоже Тамара Глоба, собственно. Стиль Тамары Глоба мне не очень близок, потому что она человек мягкий, спокойный, и мне кажется, что она все время как настоящая рыба в позиции либо вечно недоговаривающего чего-то, либо смягчающего излишне острые углы. Поэтому, ну, тут тоже не могу похвастаться знакомством. Я несколько раз пыталась включать прогнозы, нашумевшие там выходят в интернете, где там какие-то миллионы просмотров. Да, у Нади Стрелец, у них там какие-то 10-15 миллионов. Я, честно, пыталась послушать три раза. Я выключаю где-то на пятой минуте, на ускоренном. Но для меня это не моя динамика, это не мой темп. Мне неинтересно, скучно я бросаю, ухожу на что-то другое. Анда, вы слышали, что она про вас тоже говорила? Я прочитала, это был, по-моему, 2003 год, то, что она предсказывала астрологам известным, но ничего этого не состоялось. Нет, я слышала, что говорила, но не знаю, что, потому что мне рассказывала моя продюсер, что это было. Я не знаю ее гороскопа, я не знаю ее времени рождения, и поэтому, ну, мне бы хотелось этот вопрос, наверное, с ней лично обсудить. А вообще, насколько токсичная среда между астрологами? То есть вот мы обсуждали с комиками, у них супер токсичная среда, и там постоянно все друг друга пытаются уколоть. А вот среди астрологов, насколько эта среда токсичная? Токсичная, да, достаточно, как мне кажется. Ну, мне сложно судить, потому что я очень давно на экранах, я очень давно уже известный специалист. И как только ты известный специалист, сразу приходя на какую-нибудь конференцию, ты слышишь там, «М-м-м, нас посетили звезды телеэкранов», там что-нибудь такое. Поэтому эта токсичность, она же порождается кем-то, да, ну вот там, не мной, допустим. Я ни про кого не высказываюсь, там ни с кем не сравниваюсь. Вот, ну, естественно, есть люди, которые завидуют, есть люди, которые хотели бы быть на твоем месте, есть люди, которые считают, что они умнее тебя, которые могут покритиковать. Вот, ну, там, условно, есть какие-то профессиональные ленты, где обсуждаются нюансы профессиональные, и стоит что-то сказать там, сразу найдется куча людей, которые это оспорят. Они не сделают свой прогноз, но они скажут, почему там не работает то, что есть у тебя. Ну, поэтому, да, как в любой профессиональной сфере, наверное, есть конкуренция. Ну, наверное, и у вас тоже. Конечно. Когда вы стали работать вообще на телевидении среди коллег, какие были обсуждения? Вот программа все-таки не специализированная, а она, ну, как бы такая поверхностная. Прямо зрите в корень. Ну, на самом деле, я скажу, я не очень общаюсь с профессиональной тусовкой, я очень мало посещаю всякие конференции или что-то еще, но я постоянно учусь. Я нахожу людей, кого я считаю достойными, и я по каким-то методикам, которые, например, нужно освоить дополнительный объем времени, я общаюсь. Но это в основном как бы англоязычные граждане на текущий момент времени, но и в России тоже я у ряда специалистов постоянно потягиваю знания, но это процесс, который не заканчивается. Но если мы говорим про широкую общественность, я не очень много общаюсь, поэтому я, наверное, не соприкасалась с этой информацией. Но да, есть вот это ощущение, что я как серьезный специалист, серьезный астролог, который одним образом работает с клиентом на консультациях, я на экране не могу этого показать, потому что это будет скучно. Мухи будут дохнуть на лету, и все умрут. И цель телевидения развлекать. Вот, например, сейчас на ТВ-3 выходит программа ежедневная, и я вынуждена там давать этот самый прогноз по знакам зодиака ежедневный. Это моя боль, но люди это смотрят, люди этого хотят. И причем, мне кажется, у вас такой классный посыл, что хорошие новости. То есть вы говорите о хорошем, вы стараетесь на этом внимание застрять. Я прямо хочу, чтобы я как астролог, чтобы астрологии несли в мир хорошее. Сейчас так много сложностей. Понятно, что мы должны нести рассказы про объективную реальность, понятно, что мы должны быть реалистами. Но так хочется показать астрологию как возможность, а не как пугалку, как шанс за ту предопределенность, в которой мы все живем, это действительно так, сделать из себя какие-то хорошие выводы принести. Поэтому я даже про какую-нибудь там дурацкую оппозицию Венеры к Урану, когда могут быть конфликты, разрывы в личных отношениях, я говорю, что это хорошая возможность дистанцироваться, подумать о себе или избавиться от того, кто тебе надоел. Но на все можно смотреть с разной точки зрения, скажем так. Но да, это моя боль. Я ее еще могу сказать не пережила, не переварила в себе. Когда я понимаю, что астрология настоящая, подлинная, вот как я хотела бы ее показать, она аудитории не будет востребована. Она будет востребована только либо в формате какого-то прогноза, значит так, будет так. Этот умрет, значит этот президент придет к власти, это то. Да, если вы очень четко и конкретно. Да, 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 ну там вот все заинтересуются и то. Ну там это будет иметь другой эффект тоже побочный. Люди не заинтересуются тем, как это сделано. Им будет неинтересно думать, размышлять над этим. Вот еще вторая боль, что люди, получая прогноз, они не хотят его применить правильно, они не хотят сделать для себя выводы какие-то. Вот там с тем же временем денег условно говоря. Ну ты понимаешь, что у тебя есть этот месяц возможностей, ну и собирай свою жизнь вокруг этого месяца шансов. Нет, лучше грустить по поводу того, что они не каждый день. Ну и знаете, еще часто ты пеняешь на гороскоп и такой говоришь, ну правильно, у меня же вот это в этом месяце вот так будет, поэтому у меня ничего не получается, например. То есть ты как будто бы оправдываешь себя своим гороскопом. Ну я скажу так, человек слаб и нуждается в самооправдании тоже. Этот бедный ретроградный Меркурий, в который действительно происходят невероятные задержки, в которой действительно все буксует, это правда так. И любой, кто наблюдал, это увидит. Но на него сразу начинают навешивать какие-то ужасы, кошмары. Что не так с ретроградным Меркурием вообще? Да это прекрасное нормальное время, когда Жень просто говорит, эй, людишки, вы слишком быстро бежите, вам нужно просто временами замедлиться и хорошо подумать. Два раза просто подумай, Иванов, перед доской, перед тем, как дать ответ. Вот просто Жень как учитель нам говорит, Иванов, два раза подумай. Вот и все, ничего такого нет. Поэтому да, доставки задерживаются, транспорт буксует, Москва стоит в пробках вечно, а во время ретроградного Меркурия особенно. Но в этом нет ничего катастрофического или ужасного. Просто современный же человек как привык? Что по щелчку все у тебя быстро? Конечно, да, и проще всего всегда на кого-то свалить какую-то вину. То есть вот у меня не получается, значит, это ретроградный Меркурий. Я сорвался на кого-то, это ретроградный Меркурий. То не надо сваливать на планеты. Планеты не создают события. Они просто показывают, как события формируются. Они показывают, как мы сами создаем события. И если ретроградный Меркурий спровоцировал у вас кучу каких-то задержек и нестыковок, это значит, что вы сами не продумали, не учли верхогляд, невнимательны к каким-то моментам и так далее. Меркурий не виноват. Чувствовали ли вы к себе предвзятые отношения от коллег в какой-то момент или зависть даже какой-то? У меня зависть, наверное, есть, когда ты выходишь в сетях в какие-то моменты. Я обожаю просто людей, которые любят какой-нибудь пост прокомментировать, чтобы привлечь к себе внимание. Ну, как это бывает. Если у тебя в блоге миллион, то всегда хочется прийти к какой-нибудь Марии Семеновне с 15 подписчиками и сказать что-нибудь, что ты совсем все неправильно понимаешь прожить. Почему она своим подписчикам про это идет рассказывать, я не знаю. Но тем не менее. Я не чувствовала большой предвзятости, потому что есть ряд людей, кому я доверяю, и кто довольно доброжелателен, я должна сказать. Но я не пересекаюсь настолько с профессиональной тусовкой, чтобы зависеть от их мнения, честно говоря. Мне достаточно того, что я вижу, что мои прогнозы сбываются, что там ко мне приходят люди. Мне интересно смотреть, как работает астрология. Это бесконечно интересно. Вот я просто всех, кто хотел бы найти свое дело жизни и про астрологию думает краем какой-то извилины своей, я скажу, что это очень интересно. Но это займет всю вашу жизнь, если вы хотите действительно в это погрузиться. Поэтому, наверное, недоброжелательство есть. Вот на каких-то, например, семинарах я это видела. Но это частично всегда есть нормальные, адекватные и приятные люди, которые, наоборот, тебе широко улыбаются в ответ. Вообще мне грех жаловаться. Мне кажется, наоборот, должны были ваши коллеги вас благодарить за то, что вы вашу профессию, вашу общую, внесли в массы. То есть вы делали ее узнаваемой, популярной, интересной. Ну, я знаю такую инсайдерскую информацию, что ректор Академии астрологии, где я училась в свое время, Михаил Борисович Левин, первые годы после «Давай пожениться» называл меня «кормилица», потому что там был приток студентов, которые пришли изучать астрологию, азы астрологии, после того, как «Давай поженимся». Когда запустился проект, и все узнали о том, что вы выпускница были, или в целом... Да, мне задавали вопросы, потому что всегда казалось, что это так классно говорит. Вот у людей есть ощущение, что только образование сделает твою карьеру, не твои собственные мысли, не твои собственные наблюдения, не твоя собственная практика, но это правильно. Ну, это, кстати, такое, мне кажется, советское воспитание, такое укоренившиеся какие-то тоже вот установки, которые нам с детства прививали, вот они, наверное, оттуда родом пошли. Без гаджета Форео в Новый год никуда. Посмотрите, сколько у меня их. Но главный мой любимчик – это, конечно же, микротоки БР-2. В гаджеты БР-2 четыре типа микротоков, которые тонизируют и подтягивают кожу, уменьшают отеки. В девайсе уникальная система безопасности процедуры, а для дополнительной проработки любой зоны лица или шеи крутые техники массажа с понятными инструкциями в приложении. Весь секрет в том, что микротоки Форео работают как в верхних, так и в глубоких слоях кожи, куда крем или сыворотка не добираются. Микротоки БР-2 обеспечивают лифтинг и лимфодренаж сразу, приводят кожу в тонус, снимают спазм мышц, предупреждая появление морщин, разгоняют лимфу и стимулируют выработку коллагена и эластина – белков, отвечающих за молодость кожи. Результат не заставляет себя ждать. Отеки уходят, разглаживаются мелкие морщинки и заломы, а овал лица становится более четким. Конечно, максимальный эффект достигается при регулярном использовании, поэтому не ленитесь, ведь достаточно всего пары минут в день. Ваша красота и молодость этого точно стоят. Если гаджеты для лица, то только Форео. Бестселлер бренда доступен по выгодной цене по ссылке в описании. А вот расскажите как раз, как вы вообще попали на «Давай поженимся», как вы вообще там оказались на этом проекте, почему именно вас туда пригласили? Так получилось, что я за год до «Давай поженимся» приняла участие в кастинге какой-то совсем другой программы. Ну просто мне позвонили и пригласили меня. У меня была своя программа на столице примерно в течение полугода, это был 2006 год. В 2007 раздался какой-то звонок, я съездила на какой-то кастинг программы, это была программа с Лолитой без комплексов, по-моему. Она, кстати, потом запустилась. Я даже не помню каких-то нюансов и подробностей, но тогда у меня состоялся личный разговор с одной из будущих продюсеров «Давай поженимся», тогда еще про это не знали. Я рассказала, что было бы клево астрологию применить для оценки отношений. И рассказала свою идею. И через год меня пригласили на кастинг «Давай поженимся». То есть может быть вообще-то ваше говорится? Да не может быть, а прямо совершенно точно. То есть это можно сказать, что вы подкинули идею каналу создать такой... Конечно, да, что вообще астрологию можно к теме отношений, понимаете, что вообще нужна программа на тему отношений. Поэтому я не то чтобы приписываю себе лавры создания «Давай поженимся», но точно эта идея обсуждалась еще до. И вот и потом та девушка, с которой я обсуждала, она и стала одним из шеф-редакторов этой программы. А вы сразу узнали о том, кто будет с вашими соведущими, с кем вместе вы будете работать? Там тоже вначале были кастинги. Вначале была Даша Волга, пробовались еще некоторые актрисы. Даша Волга это... Даша Волга это самая-самая первая ведущая, да. Но потом, я так понимаю, что ее сочли слишком нейтральной. Ну да, она такая миленькая. То есть все равно нужно было, чтобы вы три ведущие отличались друг от друга. Да, она пыталась всех как-то помирить, она пыталась всех со всеми поженить. Но поскольку она к тому моменту времени уже несколько лет обитала за границей, я так понимаю, что вот эта толерантность и нейтральность западные, они сыграли роль в том, что она не продолжила проект вести. Вот и появилась Лариса Гузей. Ну вот когда она появилась, и Роза Сибитова потом появилась, а вы смотрели гороскопы, насколько вы совместимы между ними? И как, и в итоге совместимы были, как ваши гороскопы смотрели? Ну, я не могу рассказывать про нюансы, потому что, знаете, легко говорить о гороскопах абстрактных, каких-то далеких людей. Нет, нет, с вашей точки зрения, насколько вам комфортно было с соведущими, то есть когда вы смотрели вашу совместимость, насколько она у вас была? Ну, можно честно скажу? Вот вы когда работаете, вам всегда комфортно с теми, кто сейчас стоит за камерами? Ну, смотрите, если я сама выбираю этих людей, то, конечно. А если меня в какие-то условия, которые уже существуют, туда меня приглашают, то, конечно, наверное, не всегда. Ну, я честно скажу, когда... Тут невозможно говорить в случае прекрасной совместимости, в случае этих гороскопов. Вначале, когда... Ладно, гороскоп, когда с Ларисой был первый кастинг, первая программа, она так жестко разговаривала с героиней, что я подумала, господи, боже мой, я вот не готова в этом принимать участие, потому что мне жалко, что людей так унижают просто. Так в этом фишка в итоге оказалась программы? Ну, даже не то, что фишка, ну, такое вот, да, что это так, так сказать, резко поговорили. Но потом, впоследствии, понятно, что есть некая манера человека вести программу, есть ее видение программы, но за кадром другой человек ты видишь, другого человека живого. А то есть она доигрывает на камеру то, что нужно для того, чтобы рейтинги привлечь? Для того, чтобы вести такую программу, нужно уметь зрителей вывести на эмоции, нужно уметь зрителей задеть за живое, чтобы они реагировали, иначе они будут сидеть вот так вот и говорить примерно одно и то же. Ну, то есть это ее личная стратегия? Я очень умная, очень красивая. Я думаю, что это ее личная стратегия. Или продюсеры рассказали? Она и в жизни человек не самый простой и легкий, вот, но это и ее стратегия ведения программы, которая давала успех, безусловно, потому что иначе все гладкие, пушистые, сладкие, все одинаковые, без различий. Все говорят, что они хорошие, очень добрые, вот, но только жизненные подробности позволяют о человеке рассказать, какой он на самом деле. Ну, там просто такие смешные обычные эпизоды, вот эти особенно девушки как-то такие приходят с губами, с волосами, и вот это вот любимая, по-моему, для Ларисы Гузеевой как раз такой персонаж. Стиль дешевая ш**а, стиль дорогая путана. Ну, почему? Вот у вас стиль такой дешевый, американской х**ки, у обеих. Ну, мне кажется, что успех программы и успех Ларисы в качестве ведущей программы, в том числе в том, что она говорит правду жизни, которую каждый бы сказал, в принципе, этим людям, ну, адекватный, нормальный человек. Вот, ну, конечно, программа проживала разные периоды, когда сначала от, наверное, горячего желания помочь всем женихам и невестам действительно жениться, стало понятно, что зрители смотрят более яркие образы, и это стало немножко фрик-шоу уже, ну, так честно говоря. А вы знали, что такое тихий спешлти? Золотой стандарт кофе, который пьют в самых модных московских кофейнях и ресторанах, и который нравится большинству кофеманов? Смотрите, Адепт. Адепт уже 7 лет поставляет кофе в элитные заведения столицы. Гарантированно вкусный кофе. Именно такой нужен кофейням и ресторанам. Раньше Адепт работал только с заведениями, и вот теперь их кофе продают потребителю напрямую. Тот самый напиток из московских кафе и ресторанов у вас дома. Заказать кофе из любимых кофеен можно на сайте Адепт. Доставка по всей России. У вас были конфликты за кадром? Нет, никогда. Просто ни разу никакого конфликта я не могу припомнить за свои 13 лет пребывания там. Надо сказать, что рабочая атмосфера, наверное, была далека от любовной в эпоху моей работы «давай поженимся», но она не была конфликтной. Она была очень дружелюбной, очень конструктивной, вот по моим воспоминаниям. Ну просто складывается впечатление, что как будто бы между Ларисой и Розой были какие-то все время напряженные отношения, а вы, наоборот, как медиатор, все время разруливали все, что происходило. Ну да, да, соглашусь. Вы ушли из проекта в какой-то момент, но официально вы сказали, что причиной было то, что... Это официальная причина, она же реальная. Лариса Гузеева выложила ролик у себя на странице в Инстаграме запрещенной соцсети с анонсом, и там она как бы выставила, и там комментарии, естественно, начали писать люди и спрашивали, а где Василиса? И она ответила, она не может выбрать жизнь или кошелек. Мы выбрали жизнь. То есть, я так понимаю, что она как-то перефразировала вашу вот эту цитату из интервью с Надей Стрелец. Когда жизнь тебя припирает в углу, и бандит тебе говорит кошелек или жизнь, ну, я выбрала жизнь. Кто-то выбирает кошелек. Ну, мне удивительно, потому что ровно наоборот, конечно, ровно наоборот ситуация. Ну, я уже тогда раскрываю карты с «Давай поженимся», я не хотела бы уходить оттуда. Я попросила дать мне отпуск. Мне его не дали. Я знаю, что Лариса конкретно поставила условие, чтобы я не вернулась в программу. Она не могла себе представить, в принципе, что кто-то будет на таких вот особенных условиях, две недели снимется, но не так и не в том формате. То есть, конечно, это было ее решение. Во многом она влиятельный человек, она звезда этой программы, и это ею принятое решение. И да, и я поэтому сказала, что в тот момент времени я не просила выбирать их. Я выбирала между своим собственным здоровьем и, да, славой, известностью, популярностью, вот этим местом работы. Я выбрала, сделала свой выбор в пользу жизни. А почему она поставила так остро этот вопрос с учетом того, что у вас не было конфликтов никаких, как вы говорите? Почему она вдруг не дает возможности две недели взять отпуск? А потому что это жизненная стратегия. Нужно держать окружающих в напряжении. Мне кажется, что это жизненная стратегия Ларисы. Нужно, чтобы все понимали, кто тут звезда. Только один человек в программе может быть на особенных условиях, и это только она. А вы узнали об этом решении, о том, что это все-таки Лариса способствовала, так скажем, тому, чтобы... Это прямо открыто, это не скрывалось. Ну, вы об этом сразу узнали, что так произошло. А что вы почувствовали? Ну, скажем, мне было странно, мне было неприятно, но я же взрослый человек. Я когда на этот шаг шла, я прекрасно понимала, что это вызовет неудовольствие, что, естественно, у всей команды это может восприниматься как, ну, не знаю, не предательство, а как требование своих каких-то особенных условий. Ну, поскольку я до этого за 13 лет работы в программе ничего особенно не просила и не требовала, я посчитала себя вправе. Тут каждый принимает свои решения. Я свои решения приняла, они свои. А вот Роза, как она в этот момент отреагировала? Я не знаю, мы не общались за кадром, и не общаемся, не общались за кадром никогда, поэтому я не знаю, за интервью я не слежу, мне сложно сказать. Ну, просто вы 13 лет так или иначе работали в проекте, и вдруг, как гром среди ясного неба, получается, так вы просите о том, чтобы на две недели вам дали отпуск, вам его не дают, и таким образом дают понять, что, ну, значит, вы не очень-то нужны как бы программе. И вот в этот момент, ну, как мне кажется, может быть, я сейчас про себя говорю, но мне было бы очень больно и обидно, потому что мне казалось, я 13 лет отдала проекту, да, и старалась, там, работала как могла, да, ни с кем не ругалась, вроде всегда я там шла всем навстречу. И вдруг вот так происходит. Ну, телевидение – жёсткий мир. Я, конечно, мне было неприятно, я не могу сказать, что для меня это было каким-то стрессом, сбивающим с ног, но, конечно, это было болезненно, конечно, я испытывала, как любой нормальный человек в такой ситуации, какие-то сомнения, переживания, конечно, мне было неприятно, вот, но, тем не менее, это, ну, случилось и случилось, да. Я понимаю, что я выбор сделала не зря свой, в общем, ну, довольна ситуацией той, какая она есть сейчас. Привет, а как тебя зовут? Ну, как может, златься искусственный интеллект на программе о самом прекрасном чувстве? Ну, конечно же, я Мендельсон. Пусть зрители наслаждаются, скажем так. Ну, то есть потеряла, как вы говорите. Ну, мне кажется, что потеряла, но, с другой стороны, программа выходит, и слава богу, проект долгий, я считаю, что это для нашего телевидения проект абсолютно легендарный уже, и поэтому в каком бы виде он ни выходил, ну, дай бог здоровья и ещё там. Мне кажется, это какой-то комплимент даже вашу сторону, что они не заменили вас каким-то другим астрологам, а они сначала никем не заменили, а потом туда искусственный интеллект добавили. Ну, да, наверное. Ну, комплимент, ну, знаете, я не из тех людей, кто будет наслаждаться вот ситуациями в таком формате, ну, вот никем не смогли заменить, но это действительно так, потому что нужно как-то уметь сочетать в себе не только знания астрологии, но, наверное, медийный формат. Нужно уметь говорить, нужно уметь выглядеть в кадре, когда это нужно, нужно понимать расстановку сил, формат, так сказать, программы. Наверное, непросто найти человека, который бы все эти скиллы в себе объединял. Вот поэтому, ну, не заменили. Хорошо, слава богу, я молодец. Ну, а вы обижены были на канал? Или сейчас есть ли обиды на канал? Знаете, мне непонятна ситуация обиды, мне скорее непонятна логика этого решения. Я расстраиваюсь, когда я вижу нелогичность какую-то в процессе, мне кажется, что это было нелогичным. Ну, окей. Ну, обиды пока нет. Я стала зарабатывать в три раза больше с того момента, как ушла из «Давай поженимся». У меня нет обиды. У меня за счет съемок, извините, да, так сказать, получается, что это наедине со всеми. У меня появились другие места, где я это время смогла монетизировать по-другому. Поэтому с профессиональной точки зрения я не обижена ни капли. Я очень благодарна проекту за то, что он был в моей жизни. Он поменял мою точку зрения, он сделал меня известной. Я могу испытывать только положительные эмоции. И испытывать только благодарность к этим людям, которые ко мне также в кадре были добры все эти 13 лет, и у нас был хороший тандем, я считаю, очень клевый. Но все заканчивается в жизни рано или поздно. Поэтому я не могу сказать, что я совершенно не обижена материально. Возможно, это компенсирует. Поэтому я не могу считать себя ущемленной. Но мне это кажется нелогичным, это неправильно. В новостях писали о том, что вас приглашали в новый сезон, но вы не ответили. Это неправда. Никто мне не писал ни разу. А вы пошли бы, если бы вас позвали? Нет. Уже все? Нет, конечно. Почему? Умерла так умерла. Уже не хочется уходить так навсегда? Ну, во-первых, я сейчас связана уже обязательствами с каналом ТВ-3. Например. А я в этом смысле человек верный. И мы с ними делаем проект. Я вижу к себе очень хорошие отношения, очень теплые. Гораздо более теплые, чем на площадке «Давай поженимся» было. Я честно скажу. Мне всегда казалось, что в «Давай поженимся» очень теплый коллектив внутри. Прям я всегда, мне казалось, наши самые лучшие. А сейчас я могу с этим поспорить. К сожалению, сравнение не в пользу. Ну, да, но там все-таки у вас три ведущие было, да, то есть вокруг трех там вся команда работала. Я вас умоляю, вокруг одной вся команда работала. Работает и будет работать. Когда вы ушли из проекта, как-то вы стали планировать дальше свою жизнь, думать о том, что куда бы мне пойти на другой канал? Не было страха остаться невостребованной? Не было страха, потому что я практикующий специалист. И у меня клиенты были и до «Давай поженимся», и во время «Давай поженимся», и будут после. И мой хлеб, и моя жизнь, и моя профессиональная гордость, моя суть – это консультации личные, которые я даю людям. Появились онлайн-проекты в соответствии с требованием времени, которые вот закрыли эту нишу. Кстати, надо сказать, что ваш канал в Ютьюбе, да, вы так активнее стали вести как раз после того, как вы ушли. Ну, я, скажем так, я стала пробовать. У меня просто появилось больше времени, потому что съемки все-таки много времени занимали, объективно. Программа ежедневная «Давай поженимся», поэтому они занимали много времени. У меня не было какого-то… Знаете, первое время, я хочу сказать, пандемия для меня была психологически очень тяжелым периодом, потому что у меня зрелые родители, мне мерещились везде ужасы и кошмары. И для меня это было испытанием психологическим. У каждого такой момент бывает. Для меня вот пандемия стала таким моментом. И я первое время, боже мой, куда выходить, на какой канал. Мы сидели дома, у нас был очень-очень, ну, как бы закрытый образ жизни первый год. Первые полгода родители с ребенком на даче провели. Мы уехали, сняли дом, потом перевезли ребенка, жили все фактически в замкнутом пространстве первое время. Вот. И я с гордостью могу сказать, что два года мы не болели никто. Заболели только в феврале 22-го года. Ну вот если говорить не о здоровье, да, вот именно в вашем состоянии психологическом, вот когда вы оправились после того, как ушли из проекта? Ну, все равно какое-то время попереживали, я думаю, да, как любой нормальный человек, который спустя 13 лет ушел с какого-то проекта. Знаете, я могу сказать, что для меня пандемия была реально более острым переживанием. Я оправилась где-то к осени 21-го года. Вот я, знаете, я стала более-менее ощущать, что происходит вокруг. Вот это был для меня такой мой большой личный стресс. А уход с «Давай поженимся» был просто частью этого. Но вот пандемически для меня осень 21-го года на такой момент какой-то немножко голову подняла, называется. А вот какой фактор сыграл главную и основную роль для того, чтобы, как сказали, подняли голову? Время. Только время лечит вообще. И время лечит, бог знает что. Человек не блоха ко всему привыкнет, говорил Зощенко. Вот человек привыкает ко всему, это правда. Даже к осознанию каких-то очень важных, страшных моментов или пугающих моментов. Ну вот осенью 21-го года вы приходите в себя, и какие шаги вы начали новые предпринимать? Может быть, вы стали опять задумываться о том, чтобы пойти на телевидение куда-то работать? Нет, скажем так, на телевидении же очень многое зависит от того, какое предложение тебе делают или не делают. Вы сами инициатором можете выступить, то есть позвонить кому-то, какому-то продюсеру, предложить себя? Или вы не любите это делать? Знаете, я не видела смысла идти куда-то, кроме Первого канала, первое время. А делать предложение Первому каналу я не видела смысла тоже. Поэтому нет, я не предпринимала сама никаких усилий. Ну и вот где-то, это, кстати, был, наверное, нет, это был конец 22-го года. Мне позвонили из одной продюсерской компании и сказали, что они меня ждут два года. И сказали, что они ко мне заходили давно, еще когда я снимала, давай поженимся. Но я им сказала, нет, у меня контракт с Первым каналом, я никуда не пойду, я замужем. Значит, я Первому каналу изменять не буду. Вот, и сказали, что наконец-то мы вас дождались, давайте готовить вместе проект для ТВ-3. Ну вот, постепенно, там месяц за месяцем меняются команды, тянется время, проекты не быстро готовятся. Вот с весны 23-го мы стали всерьез обсуждать проект на ТВ-3, и летом вышли. В прекрасную, удачную дату. Вы подбирали, соответственно, ее. Да. А на Первом канале вы в черных списках? Думаю, да. Да. Я не знаю, как это проверить достоверно, скажем так, но я полагаю, что да. Ну, есть просто некая особенность на Первом канале, что если кто-то уходит с канала, даже если не по собственной инициативе, а вообще, или тем более куда-то на другом канале начинает работать, то он попадает в эти списки. Ну, я не думаю, что это так жестко, этого придерживаться, потому что разные бывают ситуации все-таки. Вот, ну, например, моя же коллега Роза Раифовна Сибитова, она снялась на канале «Пятница». Я не знаю, как Первый канал это пережил. Я думаю, что она согласовала это, потому что наверняка там были какие-то условия, тем более, это все равно «Газпром-медиа», это все равно один большой холдинг, так или иначе, и проект не выходил какое-то время, и поэтому она вышла. И я так слышала, что есть распоряжение вас не приглашать на программы Первого канала. Да, вполне может быть, да. Ну, то есть я легко в это поверю. Не знаю, как это проверить, но возможно. Я зашла к вам на сайт, и там я видела, что, значит, у вас есть три варианта, да, консультации за 165 тысяч, но это уже в апреле, аж, если будешь записаться. Дальше, по-моему, 250 тысяч или 210 тысяч. Да, 210. Как у вас хорошо с цифрами памяти. Да, 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 210, то есть это февраль, и получается, что вот 300 – это в течение месяца. Да, да. А вот сколько консультаций вы можете проводить вообще в месяц? Ну, это, конечно, не с утра до вечера, потому что все так прикидывают, вот особенно пресса очень любит, так, смотрим, значит, так, делим в рабочий день консультации, в день это будет 10 или 20, это уж сколько денег люди зашибают. Ну, нет, консультации, я не могу посчитать, сколько это может быть. Нет, я не хочу, я не считаю ваши деньги, Юрий Дудь, Инагет. Я, именно мне интересно, насколько вообще астролог может качественно, да, подготовить карту, там, действительно, очень большому количеству людей за месяц, например. Вот сколько карт можно качественно сделать? Ну, можно, ну, скажи так, если заниматься только этим и не заниматься больше ничем, ты вряд ли оселишь больше одной полноценной консультации за день, с подготовкой и проведением. Ну, нет, не больше, но это предел, это какой-то, я бы сказала, это за предел. У меня очень много людей, с которыми я работаю десятилетиями, то есть это мои постоянные клиенты, это другие ставки, это другой режим работы, и это гороскопы, которые я помню и знаю уже в то ли поперек. И, наверное, это облегчает мне жизнь, и тут я могу зашибить больших денег. То есть у вас есть какие-то клиенты, у которых вы на зарплате условно? Нет, это не так, они обращаются, это почасовая ставка, в общем, как у всех в сфере услуг, я бы сказала. Просто на коротком звонке. Да, на коротком звонке это карты, которые не требуют от меня пяти часов подготовки, или там долгой ректификации сложно, уже все ректифицировано много лет назад. Поэтому, да, это облегчает. Наверное, можно строчить, как на швейной машинке, принимая клиентов каждые 15 минут, но не хочется. Потому что если консультация действительно серьезная, с глубоким погружением, ты эмоционально не переваришь большой плотный поток. То есть те астрологи, которые берут в день, у них по пять консультаций, это, скорее всего, те астрологи, которые просто глубоко, наверное, не прорабатывают карту, или как это объяснить? Ну, мне сложно судить. Может быть, есть где-то гении, может быть, это люди, которые работают без подготовки. А такое может быть? Иногда может быть, да. Когда ты карту знаешь уже, вот, например, да, ты можешь по ходу смотреть какие-то вопросы. Есть раздел астрологии, который заблаговременно не готовится. Например, харарная астрология, он позволяет дать ответ на вопрос. Это в момент. В момент вопроса, да. Ты просто смотришь и логически делаешь вывод. Но потом, наверное, всё от физических сил зависит, от желания работать. Ну, слушайте, есть люди, которые работают круглыми сутками, а есть те, которые от двух часов рабочих в день устают. Поэтому и у астрологи тоже разные. Ну, наверное, у кого-то возможно. Потом, если человек работает за очень низкую ставку, может быть, он не так напрягается, я надеюсь, с точки зрения своих усилий. Последние два года, мне кажется, спрос настолько вырос. И даже среди артистов-звёзд, которые многие из даже моих знакомых были так скептически настроены, они абсолютно стали так вот прям доверять и каким-то прогнозам, и вот этим картам, которые им делают. То есть сейчас это стало уже какой-то нормой новой. Ну, слава богу. Я хочу сказать, самое главное, чтобы та помощь, которая получается, была профессиональной действительно, и чтобы люди, которые обращаются и к астрологам, и к нумерологам, чтобы они понимали, что они по ту сторону карты видят адекватного человека, который им адекватно что-то транслирует. И относились бы к этому как, скажем так, к помощи, которую они получают профессионально, и тоже правильно могли это применять. Потому что этому тоже нужно учиться, применять это как помощь. Но это вообще нормально. Человеку помогают юристы, помогают помощники по хозяйству, мы нанимаем все. Кто-то имеет повара, кто-то садовника, кто-то просто домработницу приглашает, кто-то юрист, бухгалтер и так далее. Это нормально. Ну да, это некий костыль для многих, но некоторые, мне кажется, начинают слишком опираться уже на астрологию. И без астролога, или без нумеролога, или кого-то еще, они просто уже вообще ничего не совершают, никаких дальнейших шагов. То есть как бы в зависимость такую попадают. Ну вообще, если речь идет про шаги повседневные, конечно, прогноз в булочную не нужно с астрологом сверять. Но серьезно, если мы говорим про большие какие-то свершения, обязательно нужно подстраховаться. Но вы же, когда покупаете квартиру, вы к приличному риэлтору обратитесь или попытаетесь исследовать документы, кто там был прописан в этой квартирке до вас, нет ли там каких-нибудь недееспособных, которые через два года к вам впишутся обратно туда. Точно так же астрологический прогноз. Я считаю, что как можно выйти замуж, не подбирая дату свадьбы, вот я прям говорю про это откровенно, как можно приобрести недвижимость, это ведь критически важная покупка по сумме затрат, как можно, не знаю, начать большой бизнес-проект, вложив туда все, что у тебя есть, с риском остаться с голой попой, и не посоветоваться с астрологом, то есть не получить второе мнение, вот это вот так к врачу, идем, нужно второе-третье мнение, если тебе серьезная манипуляция предстоит, так же и с астрологией. Астрология – это способ снизить риски, вот. Да, но здесь должен быть квалифицированный астролог, потому что нарвешься ты на какого-нибудь шарлатана, который тебе скажет о том, что вот эта дата тебе не подходит, а на самом деле, может, она подходит, или скажет тебе, что в ближайшие два года, три года ты там замуж не выйдешь, а ты раз и вдруг выходишь, ну, потому что встретил человека, полюбил и вот решил выйти. Ну, смотрите, тут у этого вопроса есть несколько сторон. Во-первых, действительно, сейчас рынок наводнили очень некачественные кадры, скажем так, потому что пропагандируется везде быстрый заработок. Да, марафонов, каких-то курсов. Да, две недели, и ты специалист, и везде обещают, что ты специалист с большой зарплатой по итогам этих двух недель. По 100 тысяч, просто уже человек вчера выпустился, уже по 100 тысяч продает свою карту. Своей какую-то, да, карту, и вы будете много получать, и это невозможно. Конечно, путь в астрологию, настоящий путь в астрологию, это путь глубинного изучения, когда человек сначала со своими картами работает, с близкими, всех друзей агороскопил, можно сказать так, со всеми обсудил, прочитал кучу литературы, это путь годами. Он за две недели или там за два месяца он не может сформироваться в принципе. Ну, поэтому требуется человеку, который хотел бы этой помощью воспользоваться, первое, наблюдательность. Зайдите в соцсети к тому, кому вы планируете обратиться, посмотрите, близки ли вам мысли этого человека. Но это же правда так, да, вообще у вас позиции одинаковые, он вам будет помогать с вашей точки зрения, он объективен или со специфическим взглядом он в вашу жизнь придет. Ну и вот еще, знаете, как... Сарафанное радио еще. Да, сарафанное радио. Нет, я еще часто сталкивалась с такими людьми, не сама лично, вот мне рассказывали мои друзья, и даже мой муж попал к такому астрологу, который ему сказал, вот ты должен в свой соляр поехать там на Камчатку. И вот если ты не поедешь на Камчатку, вот в прямом смысле, то у тебя очень будет плохой год. Ну, мне показалось странным, что астролог в принципе программирует тебя на то, что у тебя будет плохой год, если ты вдруг не окажешься на этом соляре, на этой Камчатке. Ну, как-то до этого мы жили и как-то вроде годоскладывались, а тут тебе сразу как будто программируют на то, что ты обязательно должен куда-то поехать. Ну, конечно. Когда человек обращается к астрологу, он должен получить компетентную помощь и ответ на свои вопросы. Это самое главное. Если вы пришли с вопросом про деньги, а вам начинают рассказывать, что у вас мама умрет, я бы уже насторожилась вот на втором слове, да, специалист должен отвечать на те вопросы, которые ему задают. Это закон жанра. Вы, приходя к гинекологу, не рассчитываете, что вам коронки поправят, да, или там что-то зубы отбелят. Ну, разные функции. Но, конечно, если человек задает вопросы, а как прожить этот год легче, ему говорят, ну вот, например, да, и предлагают список вариантов. Вообще, конечно, эксперт должен рассказать не только твой прогноз, как вероятно сложится событие, но он должен тебе подсказать, а что сделать, чтобы сложились лучше. В этом цель астрологии есть. То есть человек же приходит непассивно получить свой прогноз. Но и беда в том, что существует много таких картонных, базарных, ярмарочных методов развлечений, вроде вот этого запуска соляра. Когда поезжайте лучше на Мальдивы, тогда ваш год сложится великолепно. На Камчатку тоже интересно, но может быть похуже. А вот в торжок, знаете, ездить не надо. Есть представление о том, что можно немножко подправить себе год, если встретить день рождения в правильном месте. И некоторые именно так развлекаются. Но относиться к этому нужно чисто как к развлечению. То есть это неправда? Это правда отчасти, скажем так. Это возможность символически помочь себе. Вообще, в символической реальности, в эзотерической, работает всё, что связано с усилием человека в определённом направлении. Поэтому приход к астрологу или планирование даты свадьбы – это защита вас не только с точки зрения этой даты, а это как бы сигнал судьбе, что вы хотите работать над отношениями, что вы готовы это делать. Точно так же вот салят. Но воспринимать это нужно как символическую помощь себе. То есть абсолютно точно. Если у вас сложный год, встреча Нового года на Камчатке не поменяет принципиально расстановку сил. Точно не поменяет. Это не то средство. Ну, точно так же, как если ты не учил уроки, положенная под пятку монетка, она в принципе тебя не спасёт. Она уверенности придаст, как студенты шахер-махер делают перед экзаменами. Вот относитесь к этому как к развлечению, я бы сказала. И, конечно, серьёзный астролог не будет говорить, значит, первое, самое главное – поезжайте в другой город. Но нет. Ну и вообще, вот насколько астролог должен, если он увидел в твоей карте смерть или какое-то плохое событие, говорить об этом клиенту? Или же он должен подобрать правильные какие-то слова, сделать так, чтобы не запрограммировать человека на вот это событие? Очень хороший вопрос. Вообще астрология не о том, что с человеком обязательно нечто сбудется. Астрология – это о том, что существуют циклы внешние, в которые мы все вписаны. Солнце восходит на востоке, садится на западе. Каждый день, время мы прекрасно понимаем этого, и не считаем, что наша жизнь как-то этим программируется. Но мы все от этого зависим. Есть личные циклы развития человека, например, психологические законы нашего существования. Есть то, как мы развиваемся личностно. И на пересечении всего этого рождается судьба, такой вероятный путь, вероятная траектория. И астролог видит не то, что с человеком будет железобетонно в какой-то момент времени, а вероятную траекторию развития событий. То есть если он сегодня поступил вот так, значит, эта траектория будет вот такой. Ну, например, мы понимаем, что этот человек чрезмерно агрессивен, вспыльчив. И понимаем, что у его руководителя к нему большие вопросы. Вполне вероятно, мы можем понимать, что это карьерный кризис по причине резкой реакции этого человека. Значит ли это, что это событие обязательно с ним произойдет? Нет. Потому что если в правильный момент держать язык за зубами, только нужно понимать, в какой держать язык за зубами, у тебя все сложится хорошо. Мы не можем быть сладкие и гладкие всю жизнь, каждый из нас со своими личными характеристиками, но иногда нужно себя придержать, хотя иногда нужно этой своей агрессии дать ход, например. Поэтому правильный астролог не программирует, с вами обязательно будет случиться беда, но хороший специалист скажет, слушайте, вот у вас повышенная травматичность, давайте так. В спортзале не усердствуем, не помираем. Вот в этот момент времени лучше не горные лыжи, а какой-то спокойный отдых на пляже. Мотоцикл давайте мы на полгодика оставим стоять в гараже, где он стоит. Давайте воспользуемся услугами общественного транспорта или как-то еще по-иному. Программирование ли это? Наверное, для впечатлительного человека и это может быть достаточным поводом для программирования. Но тогда давайте не слушать новости, которые программируют нас гораздо больше. Давайте не ходить к врачу, вдруг что узнаем. И так далее. То есть, конечно, человек, когда он идет к астрологу, он должен понимать, что он может услышать нечто, что глубоко его коснется. Скажем так, сейчас не буду пугать. И должен понимать, как он с этой информацией дальше будет взаимодействовать. Вот вы когда сдаете анализ крови, например, вы понимаете, что если вы там увидите какие-то критические отметки лейкоцитов или тромбоцитов, вы что-то должны будете предпринимать. Или вы просто, прижимая этот лист к сердцу, пойдете пугаться тихо домой. Нет, конечно, это предполагает какие-то шаги. И визит к астрологу нужен не для того, чтобы просто успокоиться или обрадоваться, или просто испугаться, а для того, чтобы предпринять какие-то шаги по защите себя, своего здоровья, своих денег, своих близких. Или наоборот, активизироваться, и у тебя прекрасное время. Да, но главное, чтобы, как мне кажется, астролог не сказал тебе конкретно, что у тебя случится, какое-то горе в семье, кто-то умрет или что-то, и ты будешь ждать. Астролог так говорит, бегите от этого астролога просто моментально, сверкая пятками. Астролог может говорить о том, что если человек запрашивает, например, общую картину года, значит, вот мы видим такую сферу, значит, может быть следующее. Папа и мама, и это видно чаще всего, папа или мама, например, могут себя нехорошо чувствовать. Давайте мы мамочку отведем к врачу. На диспансеризацию сразу в начале года, не дожидаясь сюрпризов. Астрология нужна для того, чтобы понимать, что может случиться, и предвосхитить это. Мы не все можем изменить, к сожалению. Мы все умрем. Ужасно, но это правда жизни. Но мы точно можем сделать свою жизнь лучше. Вот я всегда говорю, что гороскоп – это худший вариант развития событий. То есть это минимум того, что человек от жизни может взять. Это значит, ты ничего не сделаешь, чтобы что-то поменять в своей жизни. Да, вот все течет, как течет. Но ты можешь постараться сделать так, чтобы сложности было меньше. Ты можешь постараться здесь не потерять денег, здесь не свернуть шею себе, здесь на ребенка не накричать. Нужно понимать, где вот эти тонкие моменты, где рвется. Отличие астрологии от психологии, например, такой фундаментальной базовой возможности сделать прогноз по времени. И это очень здорово. А как часто вот этот прогноз можно делать, чтобы не получилось так, что ты пришел сегодня, и потом через год, и у тебя ровно такая же карта? Ну, смысла нет? Идти второй раз через год тогда. Ой, это же зависит от ситуации. Это очень зависит от того, насколько активную жизнь он живет с точки зрения принятия решений. Я абсолютно уверена, что прогноз нужен для принятия решений, для работы над собой. Если ты приходишь за стратегическим планом на 5 лет, и тебе этого достаточно, это одна история. Ну, или просто ты делаешь вот эту натальную карту, где тебе просто рассказывают о тебе, о твоих сильных сторонах. Астрология как наркотик, это затягивает. Если человек пришел и услышал про себя полноценный рассказ, ему будет интересно еще и еще, ему будет интересно глубже, потому что самый близкий наш человек – это всегда мы сами. И, естественно, хочется про себя и детально, и подробно. Нет какой-то чистоты, с которой человек обязан к астрологу обращаться. Ну, кто-то, кто принимает какие-то решения сделочные, обращается раз в две недели, например, у меня есть клиенты, которые раз в две недели ко мне приходят. Есть люди, которые приходят раз в два года так обновить картину. Вот раз в две недели, это с каким запросом? Что у меня через две недели еще там произойдет? Сделки, конкретное планирование дней, введение больших процессов бизнесовых, ну, например, сделка, которая по продаже какого-нибудь крупного предприятия, которое стоит миллиарды рублей, вот проходило через меня два года. И фактически каждые две недели нужен был какой-то апдейт, обновление, потому что было много разных участников этой сделки. Ее тщательно вели до продажи это предприятие. Вот, например, так. Это скорее про бизнес какие-то вопросы? Чаще да. Да, это уже не про самого человека, там, условно, о том, чем ему заниматься в жизни, куда лучше пойти, там, работать или не пойти. Ну, то есть, когда ты глобальные какие-то вопросы задаешь. Вот с этими глобальными вопросами как часто можно делать и приходить? Можно все, что угодно, но астролог адекватный не будет поощрять в клиенте зависимость эмоциональную. Вот в той сделке, про которую я рассказываю, это действительно бизнес, и там речь про новых действующих лиц, которых постоянно приходилось учитывать, как агентов влияния в этой сделке. Если мы говорим про прогнозы личные, нет необходимости бегать каждые две недели абсолютно точно. Самое важное, чтобы вы получили информацию, глобально для себя стратегически принять решение. И если ситуация меняется, вот тут имеет смысл приходить. Ну, например, появились новые люди. Появился новый знакомый, нужно оценить совместимость. Допустим. Но я призываю всех женщин, боже мой, не надо обращаться за анализом совместимости через две недели. Пожалуйста, через две недели после момента знакомства. Ну, я умоляю. У меня есть мои такие лояльные клиентки, любимые, которые пытаются выстраивать личную жизнь, мы уже знакомы, уже 10 дней. О, боже, я говорю, нет, не пожалуйста. Я не отвечу на этот вопрос. Просто не упускайте жизнь. Поконтактируй с человеком хотя бы 3 месяца, получи удовольствие или неудовольствие, свои собственные впечатления. Я считаю, что все равно впечатления человека, его личные, они должны идти перед суждением. Какое решение она должна принять с моей помощью на 10-м дне знакомства? Ну, и будет странно. Значит, на 10-й день пришла, значит, получила, и сказали, что вообще никакой совместимый. И она приходит и говорит, слушай, молодой человек, мы, к сожалению, несовместимые, вот мне астролог сказал, поэтому мы с тобой общаться не будем. Ну, тоже так странно. Ну, это неправильно. Это, конечно, вредоносно было бы, если бы, например, я такое делала. Мне кажется, что человек должен сначала понимать, чего хотел бы он, а астролог и астрология – это, наверное, средство достижения желаемого. Или средство понять, что желаемое недостижимо. У меня вот это впечатление последних недель. Сейчас весь мир, вот там инфобиз, коучи, они все тебе рассказывают, что ты можешь достигнуть всего, что нет невозможного. Это, безусловно, классная штука, вселяет уверенность в себя. Многие благодаря этому выходят из какой-то там, не знаю, вредоносной интроверсии, делают первый шаг. Это многих продвигает. Это многим дает неоправданные надежды, когда человеку кажется, что он завтра будет зарабатывать миллиард, потому что он шарики в небо отпустил, он так этого захотел. Но есть предел человеческих возможностей, есть предел разумного. И иногда астролог выступает таким голосом разума. У меня есть такой гороскоп под названием «Время денег», который показывает, когда, вот те моменты времени, когда в течение года к человеку приходят деньги или когда есть рисковые моменты. И если тебе нужно вернуть долг, например, ты смотришь, когда к должнику имеет смысл постучаться, говорю, алло, отдавайте деньги обратно. Или когда нужно к руководителю сходить за повышением зарплаты. Или когда сделка, кредит получить и так далее. Это прям конкретные моменты указаны. И вот представьте, что люди пишут, я не понимаю, это чего у меня только 8 недель в течение года эти моменты и возможности. Я чего не понимаю, что у меня только 2 месяца? То есть человек искренне считает, что у него каждый день абсолютно ровным слоем эти денежные возможности размазаны. Ну, астрология в этом смысле мерила здравого смысла. Она про то, что да, есть момент, когда ты можешь, а есть момент, когда нет. А клиенты после 22-го года, после начала СВО поменялись как-то? Может быть, запросы поменялись с начала СВО? Поменялись, конечно. Как детей, когда увозить, куда. Ну, это правда же, да, что мальчики, которые не дружат с вузом и с высшим образованием, внезапно стали причиной тревоги для родителей, потому что именно они попадают в призывной возраст. Конечно, волнуются мамы. Конечно, бизнес и все, что касается бизнес-вопросов экономических, сильно поменялось в стране, сильно ландшафт изменился экономически. Конечно, мы живем в военном положении, можно так сказать. Да, вот какие основные запросы сейчас, вот когда новые клиенты приходят? К сожалению, запросы резко за последние годы, и это не связано со СВО вообще никак, ушли в материальную сферу, материальную плоскость. Если раньше все, что касается личной жизни, более активно, ну вот, скажем, в консультировании встречалась как тема, сейчас все меньше и меньше интересует. У меня, о боже, был не так давно совершенно потрясающий клиент, творческий человек, он весь погружен в творчество, и он влюблен, у него несчастная ситуация в личной жизни. И он всю консультацию задавал вопросы про нюансы творчества, а где он сможет вот эту технику доработать, а как он сможет это, и как с его девушкой. Я просто блаженствовала. То есть не было про бабки ни одного вопроса. Понимаете, когда понятно, что перед тобой профессионал, которому интересно то, что он делает. Я считаю, что сейчас гигантская беда нашего времени, что людям перестало быть сущностно интересно то, что они делают. Вот их профессия, им интересен только выход, только результат. Вот не дай вам бог нарваться на таких парикмахеров, врачей, не дай бог, астрологов, учителей и так далее. Есть такая фраза, известная достаточно, что в падающем самолете нет атеистов. Вот насколько за вот это последнее время меньше стало скептиков в отношении астрологов? Вот вы сами на себе это ощущаете, что все-таки меньше людей уже со скептицизмом относятся к астрологу? Вы знаете, нет, я не могу сказать. Вообще я не жалуюсь на скептиков, потому что когда люди приходят к тебе и платят деньги, вряд ли они со скепсисом, да? Разные бывают ситуации. Я имею в виду комментарии, не знаю, где-нибудь в соцсетях, вот о шарлатане, а вот за что они берут денег. До определенного момента времени я вела соцсети сама. Потом это просто превышает твой предел человеческих возможностей, ты тогда не сделаешь что-то важное. И у меня есть специалист по СММ, которая, как я уже недавно узнала, вычищает те комментарии, которые ей кажутся неправильными. И слава богу, спасибо ей за это большое, потому что она сохраняет мое душевное спокойствие. Вот, ну, я встречаю комментарии чаще, ну, где-то все равно же я пересекаюсь с ними, да, из серии. Вот там, почему же то-то не предсказали. Или выгнали вас из «давай поженимся» и правильно что-нибудь такое. Ну, или еще, это моя любимая тема, значит. Да, за время «давай поженимся» вы хуже стали выглядеть. Там, ничего, что это 20 лет назад было. И все там, да, уж годы не те. Вот, ну, это же у всех бывает. А мне наоборот кажется, у вас так стиль изменился радикально, ну, и цвет волос. И я смотрела, что у Паши Воли на его программу вообще пришли с супермодной прической, с заколочками. Ой, какой там свет был ужасный, я 10 лет прибавила. Образ был прекрасный, но вот, как всегда, знаете, чего-то не хватает для того, чтобы быть королевой красоты. Кстати, вы знаете, что я посмотрела в гороскопы каждого из вас перед тем, как прийти сюда? Спасибо программе Павла Воли за то, что мне дали просто пошутить, расслабиться, а не вот это вот. Сейчас. Да, соберусь. Да, соберусь, да. Сейчас происходят разные события в мире, войны в разных точках. И с точки зрения астрологии, что происходит? Можно как-то это объяснить? Происходит то, что мы все готовимся к великим, к большим изменениям, которые, на мой взгляд, к 25-26 году примут такую же отчетливую форму, а потом в 27-28 запускается новый цикл. Просто меняется вся планета, меняются все. И на всех это так или иначе скажется. Ну вот, например, российская государственность в 25-26 будет переживать вот такое свое новое становление. Я бы сказала, что мы с вами, возможно, вот этот 24-й год, это может быть последний год постсоветского периода. Вот в том виде, в каком мы его знаем. То есть перестройка такая, да, закончится? То есть вот это конец перестройки. Вот тот этап, который начинался в 89-90-м, вот эти самые 90-е наши, вот они завершаются сейчас, и в 25-26 будет вызревать новая структура, новая идеология, новая система управления абсолютно точно. Слова демократизации и гласность забывайте, они в словаре больше не пригодятся русскому человеку, по крайней мере, на ближайшие лет 36, потому что этот цикл будет связан со знаком Овен. Там Сатурн с Нептуном соединяются в знаке Овна. Это очень похоже на то, что страна начнет отстаивать свои интересы, меньше считаясь со своими партнерами. Ну, потому что Овен — это, в принципе, символ единоличия, единоначалия. Я думаю, что экономика на военных рельсах будет еще оставаться достаточно долго, независимо от того, в какие конфликты, операции мы вовлечены. То есть, скажем так, военно-промышленный комплекс — это то место, которое будет хорошо финансироваться и подрастать. Я думаю, что армия... Это до какого года примерно? А это новый цикл, весь большой, 36-летний. Это не значит, что постоянно будет что-то происходить, но это скорее говорит про то, что придут новые идеи, смыслы, новая система управления, новое руководство у страны, новые планы и новый тип проживания жизни, можно сказать так. Вот этот тип, он меняется в России примерно раз в 36 лет. В 917-м, в 53-м, в 89-м. Вот пришло время, мы с вами на нашей памяти уже вторая смена эпохи для России. Да, мы живем в учебнике истории, так часто говорят. Абсолютно точно, мы живем в учебнике истории, вот мы доживаем какую-то главу, вот новая глава начнется в 25-26 годах. На мой взгляд, июнь 25-го, вот такая маркерная точка. Но это не очень важно, июнь это или начало июля, потому что, строго говоря, когда мы про большие процессы говорим, которые 4 десятилетия развиваются, там плюс-минус месяц, это уже не суть важна. И мы сейчас видим, что старая система, она начинает пробуксовывать. Вот то, как раньше, уже не может быть. А как по-новому? Пока еще тоже непонятно. Так интересно, потому что мы общались с разными духовными людьми, значит, эзотерическими, там, наставниками, каким-то лидерами, духовными мастерами и так далее. И вот они все говорят как один про старый и новый мир, что вот сейчас переход от старого к новому миру. А когда называют? Ну вот как раз они тоже называют эти цифры. Они говорят, что 24-й год будет самым сложным из годов, которые предшествовали. И, соответственно, 25-й год – это год как будто бы начало чего-то нового или 26-й. Но в целом они говорят про 30-й год, как год, с которого улучшение, так скажем, начнется глобальное. Но 25-й, 26-й такие тоже ближайшие. Тут, знаете, очень сложно в мировой астрологии, вообще в мировой повестке говорить про улучшение. Потому что всегда есть те, кто голодает, всегда есть где-то войны на каких-то территориях, если мы посмотрим. Поэтому эти прогнозы еще чем сложны, потому что ты скажешь, например, улучшение. А в чем улучшение, где, когда? Есть какие-то более-менее объективные показатели и факторы. Абсолютно точно Плутон, который заходит в Водолей, символизирует начало новой 20-летней эпохи для всего мира. Это время, когда власть начинает от стандартных бюрократических институтов во всем мире переходить к другим институтам. Каким? Информационно, потому что Водолей – это проинформационное поле. И властью начинают обладать группы людей по интересам, а не группы людей, которые по должности. Это время, когда интернет, все, что касается информационных технологий, будет забирать над нами все больше эту самую силу и власть, и одновременно будет средством контроля. Потому что здесь символика действует так. Плутон – это контроль, и одновременно это власть. Что контролирует у нас? Интернет. Я думаю, что в ближайшие 20 лет мы действительно придем к ситуации, когда по паспорту заходим в интернет, когда все, что касается этой самой виртуальной реальности, будет жестко, четко где-то фиксироваться, отслеживаться. То есть про демократию, анонимность, свободу, высказывание думать очень сложно. Это как черное зеркало прямо. Да. А мы сейчас видим уже это везде и сплошь. С одной стороны, Водолей – это знак, который подчеркивает аутентичность, когда начинает цениться то, что ты из себя представляешь. И ты можешь это отстаивать так, что ты то, что другие из себя представляют, имеешь право подавлять. Вот то, что мы сейчас видим во всяких этих историях с отменой. Когда ты должен обязательно уважать сексуальные меньшинства, потому что если ты их не уважаешь там где-то на Западе, то отменят тебя. Получается, что твои собственные права на твое собственное мнение, они не совсем учитываются. Вот мы в ближайшие 20 лет увидим массу таких перекосов. До 2043 года Плутон идет по Водолею, он профиль всего мира меняет абсолютно. А 25-26 год еще и значительный тем, что там меняет знак Нептун, медленная планета, раз в 160 лет он входит в Вовен. Там одновременно Юпитер в кардинальный знак войдет, там Уран поменяет знак. То есть все медленные планеты, которые являются такими индикаторами больших процессов, с ними что-то происходит в это время, и со всеми нами будет что-то в это время происходить. Просто рассказывать про это очень долго, это часы, в деталях можно все это обсуждать, но для России абсолютно точно 25-26 год это новая повестка, возможно, новая идеология. Я думаю, что более военизированная идеология. Я думаю, что эта идеология даже может в принципе появиться как новая идея в районе 25-26 года. И да, все будет стянуто к центру, у периферии, если мы говорим про страну, будет все меньше власти, все-таки это такое единоначалие жесткое. А смена власти возможна в ближайшие годы? Да, вероятно, да. Это какие годы? Это 25-26. Все смены власти себе представляют как что-то драматическое обязательно, но смена власти, она может быть явлена очень по-разному. В 1953 году власть формально не поменялась, хотя руководство страны сменилось. Вот 25-26 год это время, когда могут быть элитные перестановки. Такого рода, что... Ну и преемничество, да? Преемничество может быть, да. Власть могут получать новые люди, которые потом и зададут эту самую новую идеологию, новую повестку. Но, похоже, она будет довольно жесткой. То есть, как вы сказали, к демократии, ко всему мы... Мы делаем от нее шаг, да. То есть, до демократизации, в общем, далековато, я бы сказала. Оттепель была вот в 89-90-е. А если говорить о других странах в отношении России, то есть, нас в какой-то момент, особенно если говорить про весну 22-го года, начали со всех сторон закрывать. Да, там санкции, значит, все полеты, перелеты все перекрыли. И в целом отменили нас как нацию в какой-то момент. Попытались все-таки, надеюсь. Да, но в тот момент, в 22-м году, весной, нам всем казалось, что нас отменили, потому что было такое ощущение, что действительно все со всех сторон уходит, и вообще нам никто не рад и так далее. Вот будет ли эта тенденция сохраняться, или же все-таки послабление какое-то наступит? Я думаю, что даже не просто сохраняться, я думаю, что поляризация в мире усилится. Вот когда говорят «многополярный мир», себе это представляют как то, что есть какие-то центры силы или власти. Я считаю, что это не многополярный, а именно многополяризованный мир, когда между этими центрами власти напряжение большое. Это напряжение будет усиливаться, к сожалению. Поэтому, да, тут это не столько к изоляции ближе шаг, сколько к необходимой вынужденной автономии нашей. Но, может быть, мы наработаем все-таки эту возможность быть. Ну, если не абсолютно автономной, все равно мы интегрированы в мировую экономику, в другую. Но, тем не менее, России, конечно, нужно прям крепко браться за то самое импортозамещение, которое у нас растет, растет, все никак не прорастает, но надеемся. А вот полеты, перелеты, как-то границы откроются, нас будут уже пускать в другие страны. Ну, нас пускают, понятно, я сейчас, конечно, шучу, я имею в виду, что усложнился. Вы все правильно спрашиваете, скажем так. Простота полетов ушла куда-то в прошлую жизнь, и она пока не появится. Я даже полагаю, что может быть сложнее перемещаться по миру, и с каждым шагом все сложнее. Это может быть не только контроль на всех этапах, но мы видим, что тут Финляндию закрыли, тут еще решили и телефоны отбирать у русских. Ну, так, дали себе на всякий случай возможность такую. Да, машины не пускают. Да, ну, какой-то совсем абсурд уже просто детский сад, на котором уже даже не смешно, я бы сказала. Нет, легче не будет перемещаться, и это на ближайшие, ну, не то чтобы много лет, что считать много, но на ближайшие десятилетия точно. А есть какое-то представление о том, с кем стран мы все-таки будем в хороших взаимоотношениях находиться? Ну, то есть это Восток, или же все-таки мы вернемся как-то к Европе, к Америке, я уже даже не говорю. Ой, господи, хотелось бы верить в мир во всем мире и в то, что все будут идеальными, все будут друг с другом дружить, вообще ничего не будет, все границы будут открыты, но это не так. Ну, давайте скажем честно, мы столкнулись с явными признаками недружелюбия в адрес страны, и поводов открываться у страны нет. Ну, вот если мы говорим с точки зрения налажения контакта, ближайшие годы. Я думаю, что ситуация в лучшем случае будет, как бы это правильно сказать, в виде холодного противостояния. Ну, я думаю, что это холодная война номер два, наверное. Ну, вот если говорить так про Европу и Америку, а вот мы все-таки к Востоку, наверное. Ближе к Востоку, вынуждены ближе к Востоку, да. Про 2024 год, наступающий год, вот о чем этот год в целом нам говорит и вообще о чем он. Возможно, последний год для нашей страны в том виде, в каком мы ее знаем, с конца 80-х и 90-х, в этой повестке, в этом направлении. И поэтому он непростой, но относительно небогатый на сюрпризы, я бы сказала так. Примерно все понятно из того, что будет происходить. То есть СВО продолжится? Да, продолжится примерно в том же состоянии, могут приниматься какие-то решения, но они не затормозят и кардинально не отменят происходящее. Я бы сказала, что у этого процесса есть все шансы затормозиться в тех границах, в тех пределах, в том состоянии, в каком есть сейчас. Ну, как бы некое холодное противостояние и выяснение отношений в том виде, в каком. Это есть, и этот конфликт может существовать еще долго в таком виде. Если кто-то пойдет друг к другу навстречу, я удивлюсь пока, по крайней мере. Потом не только же выборы у нас в марте, но еще и в Украине выборы в конце марта тоже. И надо сказать, что это вообще удивительный какой-то момент, потому что президент Зеленский избирался на затмении, и опять выборы еще одни на затмении. Это, конечно, нам многое говорит про такую неудачность этого момента и для страны, и для него персонально. Вот наш нумеролог, с которым мы общались. Зеленского не будет. И не будет его, я думаю, уже в феврале 2023 года. И мы когда сейчас общались с ней снова, я спрашивала, говорю, а почему ты говорила, что его не будет, а он все еще есть, и еще как есть. Она говорит, я не знаю, но по всем цифрам это как будто бы невозможно. То, что он продолжает быть у руля, и в целом... Слушайте, ну это домыслы, факты есть факты. Конечно, я к тому, что она как раз говорила, я тоже ее спрашивала про грядущий год, и она как-то тоже говорила о том, что вообще не должен, в общем-то, он оставаться. Он не должен избираться, скажем так, как мне видится, просто потому что затмение — это всегда судьбоносные моменты. Они всегда меняют жизнь не так, как мы хотим, они всегда приносят не то, чего ты ожидаешь. Всегда жизнь по-своему малевать начинает происходящее. И вот как начало этого президентства было ознаменовано затмением, так и вот следующая итерация тоже с этим затмением. Я думаю, что он устал, его гороскоп про это. Очень многое нам говорит, и он уже не понимает, где он, чего он. Но давайте оставим каждой стране возможность волеизъявляться и свои выборы проводить. Я считаю, что это будет правильно, и у всех есть свои процедуры проведения этих выборов. У нас своя, у них своя. Каждый голосует за своего президента. Какие сильные и слабые стороны следующего года? Смотрите, конечно, правильно давать прогноз личный, всегда. Но тут какие факторы глобально формируют, можно сказать, повестку этого года, если смотреть в целом? Переход Плутона из Козерога в Водолей формирует. Обычно на самом входе самые яркие события – это конец января, потом осенью он опять откатится назад, и опять в конце ноября войдет в Водолей. И для каждого, например, из знаков Зодиака, для каждого из нас это будут свои изменения. Они абсолютно у каждого произойдут, они растянутся на 20 лет, то есть каждый из нас начинает большой такой свой период и цикл. Сатурн продолжает оставаться в знаке рыб вместе с Нептуном, и это тоже задает, в общем, то, что мы доживаем остатки 23-го года. В 24-м большая погруженность в себя, отсутствие внешних смыслов и возможность найти свои смыслы только внутренне. Вообще Сатурн в рыбах про то, что окружающая действительность шаткая, она не поддерживает нас, и только в себе можно найти какую-то опору личную. В разговоре с собой, в том, во что ты веришь, в том, что ты в себе пытаешься сохранять, а внешняя жизнь не подкинет нам поводов чувствовать себя стабильно, скажем так. Попытаемся через розовые очки про это говорить. Юпитер переместится из тельца в знак близнецов, как я уже сказала, это тоже задаст некоторые, знаете, символические темы. Мы меньше будем цепляться, может быть, за те самые цены, фиксироваться на деньгах, хотя сейчас все на них только и сконцентрированы. Новостная повестка будет опять очень-очень активной. А то, что год високосный, это как-то на что-то влияет? Это ни на что не влияет, абсолютно. И я советую не бояться високосных лет, потому что проводила опрос, боятся жениться в високосном году. Считается, что больше людей умирает. О, боже мой. Нет, не високосный год виноват совершенно. Там все равно, когда ты рождаешься, например, 29 февраля, как-то обидно немножко, потому что в итоге ты можешь... Ну, понятно, что ты отмечаешь, наверное, свой день рождения 1 марта, скорее всего. Я не знаю, кстати, напишите в комментариях, когда вы отмечаете свой день рождения, если вдруг вы родились 29 февраля. Но, тем не менее, ты все равно ждешь, когда 29 февраля будет, а это только через 4 года как-то. В эту дату, мне кажется, действительно, как-то, наверное, отмечать какие-то большие события. Просто люди очень любят все ровное и одинаковое. И вообще, на самом деле, почему 29-й вот этот Касьянов день? Касьян, Косой, как только в русском языке вот это не называли. Все почему? Ну, потому что этот год как бы немножко косой по сравнению с другими. Но это большого смысла и каких-то проблем таких больших не несет. Давайте вспомним войны 20 века, самые большие, когда начинались. К високосным годам это не имело ни малейшего отношения. И расслабьтесь на этот счет. А если говорить про какие-то природные катастрофы, катаклизмы, вот что-то с экологией или, может быть, какие-то опять очередные вирусы, что-то будет в следующем году? Ну, я честно скажу, сейчас как бы астрологическое сообщество шумит и рассказывает нам, что быть второй пандемией в 25-26-м, у меня нет в этом жесткой уверенности. Мне как раз кажется, что пандемия, ну, предыдущая была рукотворной абсолютно, и мне кажется, что сейчас не до того, не до новых рукотворных пандемий. Сейсмическая активность будет повышенная, потому что Плутон с ней связан. Принципиально я даже думаю, что могут быть сейсмические события и проявления в тех зонах, которые не считались до этого опасными зонами. То есть там, где плита, там, где вроде бы всегда все стабильно, могут быть толчки ощущаться, или там, где давно не было, например, могут какие-то давно уснувшие просыпаться вулканы, и вот сейсмическая активность явно в течение года будет выбиваться из какого-то нормального ритма, обычного своего. Я думаю, что большие технические катаклизмы и локдауны, но не в смысле экологических, а вот именно локдауны, проблемы с электросетями могут быть большие. И думаю, что может не обойтись без инцидентов ярких, связанных именно с электричеством, с электротехникой, и каких-то больших вот, как это, не локдаун, локаут это называется, как правильно я просто слово это... Локдаун. Локдаун, это локдаун. А если говорить про ядерную войну и ядерные удары, есть ли такая вероятность? Она в мире всегда есть, пока есть ядерное оружие. Просто когда-то про это с больших экранов начинают рассказывать, когда-то нет. Я сейчас попытаюсь, опять хорошие новости. Наличие ядерной бомбы, это мир в Европе 50 лет. По крайней мере, он обеспечивался за счет ее наличия, потому что военная активность этим тормозилась. Поэтому ядерное оружие, это в том числе и тормоз для некоторых буйных головушек, как мне кажется. Вот я предпочитаю смотреть с этой точки зрения. Ну, это хорошо. Но если говорить именно о том, что действительно применение было... Маловероятно. В течение 1964 года маловероятно. Микровероятно, если это будет приятнее. А если ребенок родится в следующем году, каким он будет? То есть ты про что дети? Ой, у меня целая серия публикаций всегда есть на эту тему. Вот в этом году, кстати, я воздержусь, я по времени просто не успею уже написать. Очень-очень разные дети будут рождаться. Это абсолютно точно поколение реформаторов во всех смыслах. А вот в какой сфере человек будет таким реформатором, можно понимать уже, глядя в гороскоп. Слушайте, тут каждые пять минут что-то меняется, а за весь год сказать невозможно. Умные, считающие себя умнее других, потому что люди с Юпитером в близнецах, это люди, которые считают, что вот в чем я превосхожу окружающих, так это интеллект. Вот, абсолютно точно. Люди с большим количеством страхов. Люди, у которых, возможно, будут пьющие отцы. Потому что Сатурн в рыбах, вот, кстати, в 60-х годах проходил. Точно все советское поколение 66-65 года, вот, около этого времени, ну, там была проблема алкоголизма отцов, скажем так. Вот, то есть, понимаете, у этих детей могут быть папы с зависимостями. Отсюда папам надо делать вывод, сядь, держать в руках, чтобы... Ну, то есть, если они до этого не запили, они могут запить? Ну, например, да. Даже такие риски есть? Ну, такие риски есть, да. Я надеюсь, мы не можем управлять общественными процессами, поэтому их иногда бессмысленно констатировать. Вот от того, что мы сейчас это сказали, ну, разве бросят они пить? Для меня все время вот это ограничение прогноза, оно для меня всегда очень болезненно. Насколько он влияет на действительность там, где мы бы хотели? Мы все боимся программирования, а вот хотелось бы иногда запрограммировать что-нибудь, чтобы люди не разрушали себя. Ну, можем ли мы? Ну, на самом деле, мне кажется, что если, ну, астрологии, может быть, нет так, но если это в совокупности заниматься и астрологией, и какими-то еще, может быть, практиками, может быть... Инженерии социальной, да. Кто знает. Сейчас прогноз знаков зодиаков. Давайте начнем с Овна по традиции. Во-первых, давайте немножко небольшую характеристику каждого знака перед тем, как давать ему прогноз, чтобы было понятно каждому знаку, что о чем он. И потом чуть-чуть в двух словах о том, чего ждать в этом году. Я, с вашего позволения, возьму себе листочки подсказки, которые я подготовила, потому что держать в голове невозможно, поэтому, если я буду немножко подглядывать в листочек, не судите строго. Ну, Овны – это те люди, которые делают шаг вперед, когда все молчат, я бы сказала так. Ну, конечно, обстоятельно рассказать про суть знака невозможно, но Овен – это его смысл, первый порыв. Это человек, который является первопроходцем везде, во всем. Кто на мясокомбинат? Я. Кто еще куда-нибудь? Тоже я на какие-нибудь работы. Это люди, которые проявляют инициативу и за счет этого держат мир. Вообще каждый знак по-своему мир поддерживает. Но в 2024 году для Овна начинается период, где критически важно найти своих. Обычно Овен – единоличник, как я уже сказала. Важно найти свою аудиторию, своих коллег, своих друзей, свою референтную группу. Для кого-то это своя политическая партия, для кого-то это, может быть, группа друзей, с которыми ты начинаешь общаться, которые принципиально влияют на твою жизнь. В общем, нужно искать других людей. Вот это прям принципиальная заповедь. Все остальное уже вторично. Очень важным будет апрель для Овнов, потому что там и солнечное затмение в знаке Овна, и Меркурий в этом знаке будет поворачивать, тот самый ретроградный Меркурий. Вот апрель – это ключевая точка принятия решения относительно себя, относительно того, кто ты такой. Возможно, формирование на следующий год такой большой длительной программы. Дальше у нас идет телец. Следом. Телец – это человек, который делает мир лучше за счет того, что пытается сделать ее стабильнее. Который везде ищет удовольствие, и сам эти удовольствия склонен дарить. Человек, который накапливает и за жизнь крепко держится. Вот кто-то начинает, как Овин, а телец скапливает, сберегает и делает все стабильнее, постояннее. Вообще, функция телца, не человека, а знака в астрологии, это, как бы это сказать правильно, попытки в материю, вот тот первый импульс поместить и зафиксировать. Ну вот ты начал пилить дерево на огороде, оно тебе мешает, например, нужно не только допилить до конца, Овин бы бросился сразу, но еще и отнести в нужное место и потом разровнять там как-нибудь красивенько, понять, что там расти будет до этого. Тельцы – это люди, которые пытаются делать мир приятнее для себя и для окружающих. Если за счет того, что они что-то накапливают, прикапливают, делают запасы, то это тоже хорошо. Кстати, у телецов та профессиональная реализация, которой они шли очень долгое время, именно в 2024 году может дать монетизацию. Их любимое слово. В частности, с мая. То есть ты долго что-то строил, карьера твоя, наконец, поменяла за счет твоих усилий, и следующим шагом будет материальный результат от этого. Вот 2024 год про это. Постарайтесь получить материальный результат. И очень важно, июнь-июль для телецов – это время очень беспокойное, с повышенной агрессивностью, когда они могут упираться непонятно во что, и это упорство может до добра не довести. Это то, что всем можно сказать. Близнецы – это люди, цель которых всех заставить не то что подружиться, а со всеми познакомиться, всех переобщать, перемещать информацию по миру, я бы сказала. Это я, друзья. Да, ваше основное топливо. Ну что, прекрасный знак, без него тоже не обойтись. Как я уже сказала, в политике, кстати, вы знаете, что несколько русских царей были близнецами. Вообще у вас есть шанс. Мне кажется, Петр Первый даже был близнецом. На самом деле, там можно перечислять, но исторический воздух в России у руля. Мне подходит. У вас смена мировоззрения, потому что Плутон заходит в символический девятый дом, и это значит, что вы во многом по-другому начнете смотреть на мир. У меня есть предположение, что вашу программу могут начать как-то модерировать, или вы сами будете себя модерировать. При этом появится шанс начать новые проекты. Принципиально новые какие-то. Про личные я тоже уже посмотрела, конечно, я вам все расскажу потом. Ага, давайте. Ну это личные, для личного пользования, не для общественного, так сказать. Раки. Это те люди, цель которых сохранить нас как вид всех. И поэтому их любовь к семье, поэтому их болезненная зависимость иногда от природы, от среды, от окружающей, они пытаются всех нас вместе, помочь нам всем вместе выжить и самим выжить в этом бурном мире. У раков не очень простой год. Я постараюсь сейчас рассказать про это очень весело, потому что после каждого прогноза раки начинают ныть. Всегда. То есть им всегда не нравится то, что происходит. Большой прогноз он слишком грустный, маленький прогноз он слишком короткий, ну и так далее. Вот есть три знака, которые ноют всегда. Раки, весы, рыбы. Просто это я знаю уже по комментариям. Но дорогих раков, с учетом того, что год ожидается такой не самый простой, я призываю в сентябре-октябре к осторожности, там Марс будет в символическом первом доме, можно в попыхах наделать много дел, не самых хороших. Самое важное, что 24-й год раков проверят на такую выносливость, на умение выдерживать кризис, на умение быть серьезными. Будет принципиально меняться ситуация у партнера. То есть не у самого рака, а у того человека, который рядом. И от поведения рака очень многое зависит. То есть нужно приготовиться к тому, что изменения не у тебя, а у твоего окружения, и тебе с этим придется как-то взаимодействовать. Ну, например, если муж остается без работы, тебе придется идти активно работать, зарабатывать самой, да, или как-то пересматривать семейные траты. Вот, вот, искренне желаю ракам не попасть как раз в какие-нибудь долговые капканы, большие в течение года. Львы. Ну, это просто лучший знак, потому что просто он существует один, они просто себя так воспринимают. Астрология нас учит с каждым знаком говорить на его языке. Поскольку лев уверен, что лучший знак – это он, всегда в комментариях, когда кто-нибудь, львята, мы лучшие, и все такие, да, да, мы лучшие, да, здравствуют львы. Просто это такой поток любви, что уверенности в себе можно позавидовать и поучиться. А почему бы людям не любить себя и не быть в себе уверенными? Я думала, что скорпионы в этом плане на первом месте. Скорпионы защищают себя от других, а львы открыто дарят себя миру полностью и несут вот это свое совершенство через мир уверенно в себе. У львов начинается период перестройки в отношениях. Кто одинок, есть все шансы перестать быть одиноким. Кто находится в отношениях серьезных, нужно заметить, что партнер меняется. И если ты хочешь прожить без трам-тарарама дальнейшего какого-то, нужно признать эти изменения. То есть нужно умудриться поймать вот эти изменения, которые проживает партнер. Это же на самом деле очень сложно. Поймать вот этот момент, где он внезапно пересел на мотоцикл или там перекрасил волосы в синий цвет и перестал есть животный белок, например, да, и тебе нужно понять, вообще ты вот в этом новом мире, в этих новых отношениях сможешь существовать или нет. Но надо сказать, что в широком смысле слова у льва может поменяться окружение. Вообще, когда появляются новые люди, новые друзья, новые влиятельные партнеры, ты с этим что-то должен делать. Из важного момента, самый конец года, там Марс в знаке льва будет ретрограден, это редкое явление, он надолго растянется, сильно сформирует жизнь. Льву нужно готовиться, как бы ты ни жил, если этот год в ноябре-декабре сделать шаг назад какой-то, откатиться на время, подумать, передумать, отказаться от чего-то, переосмыслить. Долго довольно такой большой период. Девы. Мой любимый знак. Потому что я считаю, что вот если говорить серьезно, про все знаки можно как-то говорить, но девы держат мир. На них он зиждется. Потому что кто-то напортачит, придумает чего-то, набросает, чего-то наделает. Дева придет, будет нудеть, но уберет. Она будет критиковать, но сделает вместо тебя. Она поддержит, осудит, всегда осудит. Ну, свою лепту всегда внесет, никогда не откажет. Счезла памятные. Безусловно. Будет продолжать умирать, клясть тебя, но она будет помогать тебе все равно. То есть это те люди, на которых можно рассчитывать, к счастью. Вот поэтому пожелаем им всего самого хорошего. У девы год профессиональных прорывов. Наконец пришло время не просто подметать там что-то в углу, а сделать какой-то шаг выше. Взять себе помощников в коллективе, например, потребовать у начальства, чтобы тебе кого-то дали, наконец, кто тебя бы поддержал и помог. Получить больше должность, получить больше ставку, устроиться на приличное место или вырасти на своем месте. То есть это вообще год, конечно, профессиональных достижений, поэтому нужно ставить себе большие цели и к ним идти. Вот. У дев возрастных, ну таких, у взрослых, у зрелых, о здоровье хорошо было бы подумать, потому что год может принести какие-то новые длительные ситуации, с которыми предстоит разбираться. Не хочу говорить хронические заболевания, но, тем не менее, это где-то близко было бы к этому, поэтому вот об этом надо подумать. Весы. Люди, про которых почему-то самое первое, что говорят, весы, они такие, они колеблются туда-сюда, туда-сюда. На самом деле это вообще не так. Кстати, мифы про знаки зодиака, это вообще отдельная такая тема для программы. Вот если вы подумаете, что основная цель предмета весы это не колебаться туда-сюда, а это взвесить, установить правильную меру, понять объем, количество, вес, сколько. Вот весы это такой мерилы гармонии в мире. Они, их реакция показывает справедливую, несправедливую ситуацию. Они, их задача основная, уравновесить то, что происходит с тобой и то, что происходит с твоим окружением. Они вовсе не колебаться туда-сюда, как принято писать. Значит, для весов год особый, поворотный. Я бы сказала, что он особенно важен с точки зрения, например, темы детей, особенно у взрослых весов. Я думаю, что начинается, у кого дети, подростки, старшие, сепарация детей. Она может быть довольно болезненной, эта сепарация, и нужно ее, ну не то, чтобы пережить, а нужно как-то к ней особенным образом готовиться. Очень важным будет март и очень важным будет октябрь. Вообще, знаки, в которых в течение года происходит затмение, обычно проживают самые большие изменения в течение года. А у нас это будут овен, рыбы и весы. Вот это те люди, у кого самые большие изменения могут происходить, самые неожиданные события. Или все, что ты запланировал, может идти не совсем туда. Но у весов в марте, поскольку там лунное затмение, оно максимизирует возможности. Мир увидит какие-то максимальные, я даже не знаю, максимальные проявления весов. У всех это по-разному проявится. Я думаю, что мы все знаем одного человека знака весов, у кого максимальное проявление в этом марте случится. Но у всех по-разному. Не у всех через выборы президента Российской Федерации это проиграется. И октябрь — это время нового старта. Когда символически принимаются новые решения, человек идет в новую сторону. Скорпион — очень любимый и уважаемый мной знак, несмотря на то, что его многие не любят. Как говорится, Скорпион не любит людей в двух случаях. Если он их не знает, и если он их знает. Это на самом деле совсем не так. Просто Скорпион — это человек, который умеет делать окружающим больно, и этого не стесняется. Он умеет себя защищать так, что это другим неприятно. Если все остальные как-то еще соизмеряют свои действия с окружающими, то для Скорпиона всегда в центре он. И это не всегда приятно, естественно. Ну, от чего вы хотели. Мне кажется, это вообще очень сильный знак. И если он как-то в правильное русло свою энергию направляет, он может вести за собой народы. Просто главное, чтобы это не в деструкцию было, в разрушение, а наоборот. Да, энергичный, активный, харизматичный. Знак, который делает интенсивнее все, что происходит вокруг него. Может умножать. То есть он такой мультиплицирует все. Усилия умножает, результаты умножает. Чудесный знак. Ну, не добренький. Мы все любим, чтобы добренько было. Поэтому Скорпион, конечно, вызывает всегда много вопросов. В общественном поле вы всегда увидите много Скорпионов, кто смело говорит о чем-то, и они считаются... Человек с плохим характером. Хотя просто человек отстаивает свою позицию, может быть. У Скорпионов год 24-й принципиально важен для того, чтобы обустраивать свое обиталище. У кого-то покупать квартиру, у кого-то переезжать, у кого-то определяться, может быть, со страной, где ты живешь, потому что 4-й символический дом это и место, где ты вообще обитаешь в широком смысле слова. Страна, народ, мой род. И у многих Скорпионов может дойти до психоаналитика с переоценкой семейных программ родовых. Вообще, астрологическая символика на уровне знака – это не про события. Это про твою личную сказку, в которой ты сейчас проживаешь. События рождаются, когда мы личный гороскоп смотрим с минутами рождения. А прогноз для знака зодиака – это вот именно персональная сказка, обстоятельства, в которые тебя жизнь погружает. Для Скорпионов важно понять все про место своего обитания. У кого ремонт, у кого покупка недвижимости в ипотеку, у кого релокация, а у кого-то попытки с семейными программами поразобраться. В частности, отношения с родителями. Стрелец – самый сложный знак. А я думала, они вообще самый позитивный знак. Да, они позитивные, но с ними очень сложно совладать. Они веселые, но, правда, юмор казарменный очень часто. Они прямые, мне кажется. Правда, иногда в несколько направлений. Да, они очень прямые. Именно поэтому они тоже для восприятия не очень простые, потому что символически. Стрелец – это же половина человека, половина коня. И поэтому он вот где-то потопчется по тебе. Хотя, в целом, одной своей части он такой симпатичный себе парень называется. Мне кажется, они еще верят в чудеса. Они такие легкие на подъем, значит, могут быстро сорваться, куда-нибудь там поехать. Я про каждый знак зодиака могу рассказывать вечно. Я всех люблю на самом деле. Вот прям по-настоящему. Хотя мне часто пишут, что вы не любите раков. Вы не любите рыб, весов. Вот это прям наиболее частая история. Про козерогов мало всегда. Все считают… Я на самом деле люблю все знаки, потому что каждый знак заслуживает этой любви, каждый для чего-то нужен. Стрельцы открывают новые горизонты. Они увлекающиеся. В них есть такая энергия жажда жизни, что можно только позавидовать. Поэтому это, конечно, знак суперпозитивный. Вот для стрельцов в этом году все про изменение отношений. Тоже про изменение окружения, про обретение, возможно, нового партнера по браку какого-то. Может, Бритни Спирс еще раз замуж выйдет? Ну, кстати, как вариант. Да, или кто-нибудь еще к ней присоединится тоже. Или Брэд Питт, например. Его ж теперь Анжелина Джоли. Они тоже все, окончательно расстались, теперь Брэд свободен. Да, уже официально расстались. Ну, в смысле, на бумаге уже развелись. Ну, как минимум, два холостых стрельца у нас есть. Вот давайте на них ориентироваться, за ними наблюдать. Новые друзья, новая среда обитания, тоже новые проекты. Но я бы не сказала, что это год самый серьезный. Значит, важными будут для стрельцов май, как раз тот самый шанс на отношения. И важным будет ноябрь с точки зрения задаться вопросом о всем ли ты прав. Если мы говорим про такую символическую реальность. Козероги, козерогушки. Тоже один из сложных знаков. Непробиваемый, прущий к своим целям, но абсолютно кристально логичный и показывающий, что вообще логика человека имеет вес в обществе. Структура, задающая структуру нашей жизни во многом. Для козерога деньги становятся новым видом энергии. Вообще, переход Плутона из козерога в водолей значим прежде всего для козерогов и для водолеев. Для тех, кто родился под этими знаками. Вот козероги, люди, которые 20 лет наращивали власть. Не в смысле обязательно того, что они чиновниками работали где-нибудь там. Козероги – это люди, которые 20 лет последние, 15, с 2008 года, 15 лет, формировали свое умение управлять жизнью. Они пытались взять свою жизнь в свои собственные руки. Они пытались стать автономными. Они начинают эту автономию претворять во что-то другое. Для них силой становятся не они сами, а финансовые ресурсы. Вот это те люди, кому надо подумать о деньгах, стараться зарабатывать, учиться управлять этими деньгами и ресурсами. Для них все именно про финансы этот год. Водолеи – это просто мой любимый знак. У меня масса друзей. Водолеев я вообще люблю воздушную стихию. Я хоть и родилась под знаком Овна, но я с точки зрения темперамента воздушный человек, сангвинический. У меня очень много воздушных друзей, это поэтому мои такие любимые, самые ближайшие собратья. И водолейских подружек у меня всегда очень много. Вот для водолеев наступает не самое простое время, потому что Плутон переходит в их знак, и они с одной стороны становятся более влиятельными, набирают вес в глазах окружающих, с другой стороны это сопрягается с очень большой внутренней трансформацией. Когда ты как будто уже не совсем ты, ты уже стал совершенно новым. У кого-то появятся дети, у кого-то новый бизнес, кто-то займет решающие позиции. Не прямо сейчас, а в ближайшие 20 лет, но это вот сейчас открывается вот этот большой путь 20-летней длиной, когда они начинают становиться властителями дум. Но! А вот с деньгами не очень пока. То есть финансово 24-й год для водолеев не очень хорош, и, наверное, это такое узкое место. Затянуть пояса подолеем. Думать про другое. Говорить себе, что придет и на вашей улице тоже праздник, и инкассаторская машина перевернется на вашей улице когда-нибудь. В любом случае, я могу сказать, что я им и завидую, и не завидую. Завидую, потому что они могут действительно всерьез поменять свою жизнь, к лучшему творить ее на свое усмотрение, открыть действительно новую голову. Они проживают просто интересный период своей жизни. Не завидую, потому что это непросто. Ну, потому что в целом к определенному возрасту не все хочется менять, да, хочется... Стабильности какой-то. Сколько уже этих трансформаций, да? Уже надоело трансформироваться, уж хочется деградировать в таком виде. Ну, хотя бы немножко. Позагнивать. Да. Самый последний по счету, но не по значению знак рыб, который я тоже тепло люблю. Рыбы всегда обижаются, что они последние, для них всегда последний прогноз. Я хочу сказать, что я один раз специально начала прогноз со знака рыб. Причем имея в виду свою коллегу Елину Хромченко, которая мне очень приятна. Я прям специально это ей посвящалось. Но есть определенный строй знаков зодиака. Всегда начинаешь с Овна, но иногда можно. Вот начать с рыб. Для рыб это последний... Про рыб чуть-чуть. Да. Характеристика рыб. Прекрасные душевные люди, задача которых смотреть внутрь себя, а не вовне. Задача которых завершать процессы, а не начинать. Чувствовать точно, что есть в мире. Напоминать нам все время, что есть что-то, что не звенит и не шуршит. Что есть добро за пределами монетизации. Скажем так. Это не то, чтобы люди, которые исключительно занимаются благотворительностью, но это люди, миссия которых нести в мир добро. Вот они рождены для этого. И если они еще не знают про это, то нужно сделать шаги в этом направлении. А я слышала о том, что есть разные рыбы, какие-то верхние, нижние, там что-то такое. У каждого знака можно выделить такие градации. Лучшая реализация, ну, например, в своей худшей реализации овен – это задира и драчон. В лучшей реализации это активист, который делает первый шаг и готов с собой пожертвовать. Ну и так далее. Можно, в общем, про каждый знак. То есть не только про рыб. Нет, не только про рыб. Потому что говорят, что много разных видов рыб. У каждого знака есть, ну, можно условно выделить лучшие проявления, худшие проявления, и только один лев идеален. В них не бывает разных видов. Скажем им об этом, пусть поверят. Да, да. Им как раз приятно слушать похвалу, поэтому мы лишний раз для них это сделали. Подтверждаем, что они совершены. Да, да. У меня папа, кстати, лев, поэтому я умею хвалить любовь. Вы недорассказали про рыбу, про этот год. Я бы сказала, что рыбы сейчас живут странную жизнь последние несколько лет. Она стала, может быть, даже грустноватой в 2023 году, потому что там Сатурн дошел до их знака. Они не очень определены, они не очень понимают свои личные перспективы, и куда дальше идти. Последний, такой спокойный год, 24-й, задуматься о том, а куда же они хотят дальше жить, наметить какие-то глобальные цели, пускай только, может быть, какие-то первые, потому что в 2025 году Нептун выйдет в Овен из знака рыб, Сатурн выйдет в Овен, и начнется практическая реализация того, что ты намечтал. Поэтому сейчас нужно мечтать, отдыхать, и вот эти самые важные свои цели намечать где-то. Как встречать Новый год? В чем встречать? С кем встречать? Где встречать? Ой, спасибо большое за этот заблаговременный вопрос. И позвольте мне сказать откровенно, это игра. Вот давайте сейчас всем зрителям честно скажем, что неважно, как и в чем вы встретите Новый год. Если по большому счету это неважно, точно так же, как встретить день рождения на Мальдивах не сильно изменит ваш год. Ну, чуть-чуть, может, подкорректирует, но принципиально нет. Вспоминаем про солярта. Да, поэтому глобально это не имеет значения. Просто люди терпеть не могут однообразия, и хочется какой-то игры, и ощущение, что ты легко можешь исправить свою жизнь к лучшему. Это же все что? Это же уступка тому, что ты ничего можешь не делать, но просто губы другого цвета помадой накрась, и год сложится уже по-другому. Если поддерживать эту игру, ну, то есть, если не разочаровывать зрителей, глобально сказать, вообще, если платье не досталось нужного цвета в магазине, то давайте не сдыхать, не умирать от зависти к подругам, а встречайте, в чем придется. Значит, этот год находится сейчас в юрисдикции Марса, такой воинственный, и он таким будет до марта. И имеет смысл встречать в марсианской стилистике. А это кожа, металл, это провокационные образы, это может быть спортшик, это может быть милитари, это может быть что-то такое жестковатое. Садамаза. Ну, в общем, вы знаете, Садамаза, даже это ближе, знаете, к вечеринке байкеров, я бы сказала, чем классической встрече Нового года, какой я бы советовала вот прошлый Новый год встречать, не прошлый, вот этот, 23-й, еще пока не прошлый. Вот. На столе обязательно мясо и горячее блюдо. Что делать веганам, не знаю, но Марс, это про мясо, это про кровавую пищу. Я бы советовала говядину, советовала бы красное вино, но помимо шампанского, что логично. Вот. А все остальное уже приложится. У камина погреться, огонь, тоже марсианский символ, тоже будет полезно. Поэтому красные платья, красные камни, яркий макияж. То есть мы с вами сегодня органично. Вы абсолютно органично. У меня немножко другой стиль, но я... Все равно вы сказали, что блестящее, что-то там серебряное, металлическое. Да, но тут что-то больше жесткое и брутальное, пожалуй, нужно, но я еще успею переодеться до 31-го. Ну а то, что следующий год, год дракона, это как-то влияет на что-то? О чем это говорит? Год дракона начнется 10 февраля. До него еще жить и жить. И годы по восточному календарю больше задают экономические циклы, если вы понаблюдаете, потому что они связаны с циклом Юпитера. Юпитер раз в год меняет знак, и вот эти самые годы, они тоже так запускаются. Я даже не специалист в восточной астрологии. В нашей культуре мы должны использовать нашу символику, нашу мифологию, потому что она формирует наш контекст. История вообще это текст. Мы существуем в тексте. Поэтому я не вижу смысла на самом деле приносить драконов. Вот, например, в Китае не меняют одежду. Они всегда встречают Новый год в двух цветах. Красное и золото. Это их традиционные цвета. Поэтому идея о том, что нужно под цвет животного встречать, это исключительно наша идея. Но если хотите, то тогда 10 февраля, а не 31 декабря. В общем, как всегда, мы адаптировали все под себя. Ну это да, европейцы. Хочется разнообразия. Вот если хочется разнообразия, поиграйте в эту марсианскую игру. В общем, вот этот вот символ китайского Нового года нам ничего не говорит. Под Новый год не нужно его использовать. А если хотите, то 10 февраля у вас начнется год дракона. Я вообще считаю, что это российская традиция праздновать все Новые года. И Старый Новый год, и Рождество сейчас некоторые празднуют, католическое 25-го, и 31-го, ну и так далее. И седьмого или шестого, да? Да, и с шестого на седьмое. И потом можно еще и тайский, и китайский. Они все в разное время наступают. Астрологический Новый год, 21-го марта я праздную лично. Ну, потому что для астрологов это большой праздник, это и день астролога, это день равноденствия, это то, откуда мы идем все из этой точки. Поэтому 21-го марта у меня всегда мой личный праздник. О чем вы мечтаете? Ой, ну у меня много фантазий и мечтаний. Есть утилитарные какие-то, есть широкие. Если утилитарно, ну, например, я бы хотела дом в теплых краях. Если говорить про профессиональные фантазии, у меня есть два исследования, которые я веду уже несколько лет, и я мечтаю оба привести к хорошему результату, закончить, но мне пока не хватает фактического материала. Я верю, что у каждого человека есть миссия на Земле. Вот в чем ваше, как вам кажется? Ой, я четко знаю. Моя миссия – это популяризация настоящей астрологии. Именно так. То есть у меня нет задачи растить астрологов или людей, профессионалов в эту сферу привлекать. Я хочу показать человечеству, что астрология – это серьезно, и это работает. Что это все-таки наука, а не просто, как многие говорят, шарлатанство, развлечение, что-то еще. Чего вы боитесь? Наверное, как и все. Я боюсь атомных взрывов, я боюсь за здоровье близких, старших родственников в частности. То есть у меня набор страхов биологический, обычный для человека моего возраста. А вот, наверное, так, помимо этих каких-то виртуальных образов, наверное, ничего. О чем вы жалете? Много есть ситуаций в жизни, о которых я жалела. В основном это я была очень, как настоящий овен, я была молодой, горячей, юной, очень резкой. Я много говорила обидных слов разным людям. Я бы сейчас многие взяла бы обратное из этих слов. А если бы можно было изменить какое-то одно событие из прошлого? Историческое или мое личное? Ваше личное. Ну вот как раз это связано с такой обидой. Я бы отменила смерть одного человека. Что такое любовь для вас? Ой, это многогранный вопрос. Много всего. Нежность, доверие, единомыслие, единочувствование. Что такое успех для вас? Опять же, есть успех внешний, есть успех внутренний. Вот для меня внутренний успех важен. Потому что я человек с Юпитером в рыбах, и у меня целеполагание все равно внутреннее от себя. Внутренний успех – это когда у тебя получилось сделать то, что ты хотел. Вот как мне кажется. Это может быть исследование, это может быть книга написанная у кого-то, это может быть удачно сделанный прогноз профессиональный, это может быть ребенок, который тебя порадовал. Внутренний успех вот, наверное, такой, когда ты понимаешь, что ты пришел туда, куда ты хотел уйти. Идти. А внешний успех, ну это, конечно, слава, деньги, известность, наверное, так. Было успешно? Думаю, да. В чем ваша суперсила, как вам кажется? Я очень трудолюбива, я могу работать круглые сутки, ну мне интересно, что я делаю, тут я не знаю, как было бы, если бы я на нелюбимой работе работала. Я могу много заниматься одним делом, мне это интересно, я могу глубоко погружаться, я могу работать много и интенсивно, соединение Марса с Сатурном позволяет. Вот мне кажется, что это моя суперсила. Во что вы верите? Я верю, что человечество выживет, несмотря на то, что оно упорно пытается сделать обратное. В чем смысл жизни? Ну я как эзотерик профессиональный скажу, что смысл жизни в жизни. Люди верующие, или там люди, даже не так, я верующая, люди религиозные скажут, что смысла жизни нет в материальном пространстве, что смысл жизни в Царстве Небесном, и они будут правы в рамках своего взгляда на мир. И для меня это правда, потому что я верующий человек, но пока в этом материальном мире нет смысла, он есть в каждом дне нашего существования. Чем вы гордитесь? Чем я горжусь? Наверное, я горжусь тем, что я свою миссию хотя бы частично реализовала. Я привлекла к астрологии внимание как к серьезной науке, ну вот многие мои усилия и отклик среды и окружающей об этом. Я горжусь, наверное, своими детьми, но это неправильно, потому что их успехи – это их успехи. И просто тем фактом гордиться, что я их родила, ну, наверное, это неправильно, я не так самонадеянна. Ну, наверное, и все. Мне кажется, что я вообще не очень склонна к гордыне человеку, так что были какие-то много пунктов, чем я горжусь. Нет, одна из моих частей моей миссии, я же математик по образованию, это математизировать астрологию правильно. И мне очень интересно проверить астрологию на больших базах данных. Я работаю над одним исследованием, связанным с детками-аутистами, и второе исследование, связанное с аварийностью транспортной. Это моя сфера интересов много лет уже. И моя задача – математически доказать то, что астрология действует. И мне это в ряде исследований удалось. Вот этим я горжусь, наверное. Что спасет человечество? Чудо. Человечество может спасти только чудо, потому что пока ничего не говорит о том, что мы действуем себе во благо. Что бы вы сказали маленькой Василисе? Ой, маленькой Василисе, я бы сказала, учи иностранные языки, тебе это очень поможет. Вот прям учи, не только читай книжки на свободные темы, не только художественную литературу, а вот прям найди возможность выучить иностранный язык. Если пожелать что-то нашим зрителям, чтобы они, может быть, в новогоднюю ночь что-то загадали, или просто какое-то пожелание на грядущий год им сделать, чтобы это могло быть? Я бы, во-первых, сказала, мы действительно живем в важное время, нам не кажется, мы не преувеличиваем значимость этого момента исторического, в котором мы все существуем. И, наверное, правильно, под елкой, с бокалом шампанского, знаете, преисполнится ощущением важности момента, важности нашей жизни, потому что мы все попали вот в этот текст, в эту историческую действительность. И пожелать себе искать внутренние опоры. Я считаю, что год Сатурна в рыбах, еще один, он как раз про поиск того, что нужно найти опору в самом себе. Внешних опор не будет. Нужно это понимать просто, и понимать, что есть те, кто близкие, есть те, кто нас понимают, разделяют какие-то вещи, делать опор на базовые вещи, базовые с точки зрения душевных потребностей, конечно, не физических, и стараться вокруг себя вот это пространство сохранять. Спасибо большое.